здравствуйте коллеги я рад вас приветствовать на внеочередном мероприятии сегодня состоится сбор сбор комиссии или комитета по деньгам денежно-кредитной политики мега регулированию и созданию международного правительства с целью ограничения индивидуальной и экономической свободы всеми с коллеги понимаем что несмотря на все наши успехи в связи с расширением государственного регулирования не все еще удалось подавить не все еще удалось удалось закатать под асфальт именно поэтому мы с вами встречаемся здесь чтобы определить те методы и те пути развития которые позволят нам как в краткосрочном периоде так и в долгосрочном периоде наконец осуществить долгочаемое а именно такую ситуацию при которой регулирование денег кредита обмен и все остальное будет возможно только с нашего непосредственного разрешения и под нашим непосредственным контролем все еще приходится нам терпеть определенную степень экономической свободы все-таки приходится нам терпеть попытки различного рода спекулянтов различного рода интерпринеров уклониться от своей ответственности от служения государству они пытаются создать различного рода криптовалюты различного рода комьюнити пытаясь уйти от нашего регулирования но мы с вами бдим мы изучаем то каким образом пытаются уйти от нашего регулирования потому что наша конечная цель это тотальный контроль контроль над индивидуальным выбором именно у нас должны будут граждане спрашивать сколько денег и можно снять на что их можно потратить и главное зачем это все нужно и если они не смогут это объяснить то мы не дадим им разрешение на подобного рода действия к этому мы активнейшим образом двигаемся двигаемся как минимум на протяжении последних 100 лет и конечно же успехи наши всех поражают но еще не все что мы смогли зарегулировать еще все таки подвержена индивидуальной свободе так недавно к нам обратились с жалобой по поводу того что многие компании обещают своим клиентам сверх прибыль или высокую прибыль или высокий доход все вы коллеги прекрасно знаете о том что обещание сверх дохода является ничем иным как главной приметой мошенничество главным свидетельством того что скорее всего это мошенничество ну а получение высокого дохода это не что иное как доказательство мошенничество поэтому всякий кто получает высокий и сверх высокий доход является по нашему определению по нашим требованиям в соответствии с разъяснениями к положению о письме от 7 12 2015 номер 60 44 15 дробь 5 а совершенно четко говорится о том что человек получающий высокий доход является ничем иным как мошенником и может быть оштрафован на соответствующую сумму и в случае отказа от выплаты лишен свободы как мы видим с вами действительно произошел определенный прогресс в нашем направлении мы видим что мы многое можем регулировать и в том числе мы можем выявлять мошенничество на самых ранних этапах в том числе мошенничество связанное с попыткой отказаться от государственных фиатных денег и использовать для различного рода террористических и прочих целей криптовалюты пытаются конкурировать с нами в этой области но у них конечно же ничего не получится мы сможем задавить в зародыше все различные попытки конкурировать с нами на этом рынке только мы можем заниматься подобного рода вещами поэтому я и поднимаю сегодняшнее выступление поэтому мы собрались с вами на сегодняшнем комитете по деньгам денежно-кредитной фискальной политики и глобальному регулированию для того чтобы придумать каким образом окончательно запретить подобного рода вещи как сделать так чтобы был осуществлен идеал тотального контроля и тотального регулирования как сделать так чтобы деньги находились не под влиянием каких-то сомнительных индивидуальностей каких-то сомнительных процессов типа спроса и предложения а полностью находились под контролем государства мы достигли определенных успехов в сфере интеллектуальной вы наверное знаете что при тече и нашей практике был выдающийся политический деятель начала двадцатого века он совершенно четко заявил что необходимо нам делать а именно необходимо прежде всего захватить телеграф и банки именно это именно это он и осуществил в самой счастливой стране мира которую мы до сих пор не смогли для себя осознать как самую счастливую теперь конечно же технологии изменились теперь нужно захватывать средства передачи информации нужно захватывать университеты газеты журналы сайты блогеров социальные сети это мы уже сделали и почти тотальный контроль обеспечен нам в этой сфере но мы еще не достигли полного контроля и полного регулирования в сфере денег несомненно развязывание войн позволило значительно расширить наше влияние и мы можем фактически бесконтрольно осуществлять то что нам всегда нравилось осуществлять но в денежном обращении у нас появился существенный враг криптовалюты биткоин и прочие так называемые деньги частные деньги не государственные деньги которые пытаются как-то сопротивляться этой глобальной тенденции но также как и с попыткой мошенническим путем получить доход человек не должен получать доход он должен получать разрешение от нас на то чтобы потреблять на то чтобы тратить на то чтобы сберегать нельзя как говорил выдающийся экономист кейнс предоставить в частные руки решение вопроса об инвестировании это слишком серьезный вопрос чтобы безумцы которые обладают своими деньгами и капиталами решали сохранять средства или тратить это должны решать высококвалифицированные эксперты типа нас и в связи с этим у меня хорошая новость для вас товарищи простите коллеги совсем недавно получил распространение книга выдающегося экономиста начала двадцатого века он конечно же был катетер социалистом немецкого пошиба он не мог себя открыто называть социалистом но тем не менее мы понимаем что его взгляды близки были к нашим и так коллеги что же это за экономист это георг кнап автор знаменитой книги государственная теория денег которая вышла в свет в 1912 году и в этой книге автор убедительнейшим образом показывает что государство и только государство способно обеспечить предложение денег ничто иное на это совершенно не способна он настолько запутал свое повествование и по всей видимости запутался в изложении сам что убедил как публику так и нас в том что никто кроме нас никто кроме государства регулированием денежного обращения заниматься не может и пускай автор сам запутался в своих бесконечных определениях это тем более послужило на руку нам потому что всем становится очевидно что и сам автор и уж тем более обыватель совершенно не способны разобраться вопросах денег вопросы макроэкономического регулирования вопросы плавного девальвирования вопросы связанные с отрицательным ростом и с стабильным неравновесием это все что должно находиться в нашей ответственности потому что как вы видите валютные курсы полностью находятся под нашим контрольным воздействием мы видим что все эти неустойчивые колебания являются ничем иным как попыткой через точку бифуркации двинуться по экспоненте с отрицательным трендом и все эти дискреционные экспансионистские и рестриктивные меры направлены на то чтобы с помощью регулирования торгового и платежного баланса обеспечить колебательность в направлении к стабильному сокращению и увеличению нашего курса вы видите я исчерпывающим образом объяснил логику того что происходит на валютном рынке и конечно же у вас не может возникнуть никаких вопросов о том что будет происходить дальше дальше будет происходить стабилизация неизменных перемен и эти перемены будут происходить как процесс некоторого подстраивания под изменчивый но стабильный тренд вот это уже становится всем очевидно и других вариантов кроме нашего воздействия на денежное обращение конечно же быть не может но я не зря упомянул выдающегося мыслителя георга кнапа который конечно же превосходит даже нашу риторику никому непонятную в денежном обращении всякий кто обратиться к его трактату государственная теория денег сможет таки наконец понять что такое деньги давайте краткую выдержку я вам обеспечу для того чтобы вы осознали всю глубину этого автора какие бывают платежи это принципиально важный момент начать с платежей а не с денег потому что деньги вторичные а первичен платеж что первичные платежа кредит а что первичные кредиты государства поэтому вначале возникает государство потом происходит большой взрыв и потом уже происходят все остальные процессы потому что только утописты и неолибералы считают что могло существовать что-то до того как государство придумало деньги люди конечно же не могли додуматься до того чтобы обмениваться друг с другом с помощью какого-либо товара это в принципе было невозможно люди умирали с голода до тех пор пока выдающиеся правители не облагодетельствовали народ и сказали что вот деньги и вы их и сможете использовать но вы знаете зачем вам даны эти деньги чтобы платить налоги совершенно четкая была идеология к сожалению сейчас она находится в забвении деньги это не что-то то вы можете использовать как хотите даже либеральные экономисты такие как мовчан говорят совершенно четко деньги существует не для того чтобы вы решали обмениваться ими или нет это нечто вроде общего блага поэтому если происходит процесс инфляции это благо для вас не жалуйтесь а радуйтесь радуйтесь как говорил антон павлович чехов если вам изменила жена радуйтесь что она изменила вам они отчизне вот примерно также вы должны радоваться когда происходит процесс инфляции поэтому что инфляция обеспечена не кем иным как вашим родным государством и ваших же интересах которые вы не до конца часто понимаете именно для этого мы должны заниматься просвещением именно для этого переводятся вот эти фундаментальные трактаты именно поэтому существуют экономические университеты ежегодно дающие огромное количество степеней и званий именно благодаря этим людям распространяем вот то о чем я сейчас говорю итак какие бывают платежи георг кнап начала 20 века платежи бывают центрические это важно пароцентрические в свою очередь центрические платежи делятся на эпицентрические и апоцентрические но если объединить апоцентрические платежи с пароцентрическими то вы получите анапицентрические платежи как вы видите, полностью прояснена ситуация, связанная с платежами. Какие же бывают платежные средства? Здесь еще более прозрачная аргументация. Они бывают пенсаторными и хартальными. В свою очередь, пенсаторные делятся на аморфические и морфические, а хартальные платежные средства делятся на гелогенные и автогенные. В свою очередь, гелогенные платежные средства, которые являются хартальными, делятся на артопические и неартопические. Ну и, наконец, автогенные делятся на на металлоплотические и не металлоплотические. Вот такая исчерпывающая и всем понятная классификация. Как вы понимаете, из всего вышесказанного можно сделать только единственный возможный логичный вывод, который делает уважаемый автор начала XX века. К сожалению, до сегодняшнего дня его труд не был известен. Он пишет совершенно четко на 182-й странице своего выдающегося трактата. Прибыль присваивает себе частные лица. Такой процесс просто возмутителен. И невозможно с этим не согласиться. В конце концов, КНАП показывает, что деньги – это фактически то, что государство называет деньгами. Все, что было до этого – это никакие не деньги. И раз частные лица позволяют себе зарабатывать прибыль, что совершенно возмутительно, то мы должны сделать все возможное для того, чтобы избавиться от этих тенденций. Поэтому, уважаемые коллеги, в завершении моей речи позвольте призвать вас использовать все существующие возможности для того, чтобы, наконец, осуществить тотальный контроль над всеми сферами регулирования. Мы многого достигли. Мы действуем в соответствии с заветами выдающегося мыслителя и практика начала XX века, который обещал, что мы захватим банки и телеграф. Мы захватили и то, и другое. И будем двигаться дальше для того, чтобы ни один чих, ни один доллар, ни одна гривна или рубль не были потрачены в соответствии с тем, что экономисты прошлого называли субъективными предпочтениями. Это не что иное, как ересь. И за эту ересь в скором времени будут банить примерно так же, как банили несколько лет назад за то, что одну болезнь называли известным именем. Запретить это сделать – вот наша задача. Ура, товарищи! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в начале курса «Денежный поток». Надеюсь, понятно, что так же, как в предыдущий раз, когда мы начинали с вами курс «История западной цивилизации», я решил сыграть небольшую роль протагониста. Насколько я понял, по предыдущему курсу это понравилось зрителям, но, к сожалению, были не столь глубокомысленные, которые посчитали, что это не что иное, как моя точка зрения. Я сознательно проговорил точку зрения у сторонников государственных денег. Конечно же, я в известном отношении карикатурно ее изобразил. Мы в рамках этого курса постараемся разобраться в этой теории основательно, в том числе знакомясь с первоисточниками. Ну а сегодня, конечно же, позвольте поздравить вас с началом большого проекта. У нас впереди 10 лекций вашего покорного услуги и лекций также приглашенных гостей. Позвольте мне также сделать один небольшой анонс. Сегодня, 18 числа, лекция состоится, она уже идет. После лекции состоится семинар по той ссылке, которая вам также предоставлена. Те, кто не присутствует сейчас, получат запись. Ее можно смотреть в любое время и в любом месте. Но, к сожалению, следующее занятие 25 сентября не состоится. Состоится оно через понедельник, то есть в начале октября. Дело в том, что на следующей неделе и уже даже на этой неделе я отправляюсь в такое небольшое турне. Если получится, то прочитаю одну лекцию в Черногории на либертарианской конференции, а другую лекцию прочитаю в Стамбуле. Поэтому следите за новостями. И если вы находитесь в Турции или в Черногории, буду рад вас видеть. Для того, чтобы не откладывать в долгий ящик наш курс, позвольте мне переключиться на презентацию. Итак, денежный поток. Вообще говоря, вопросы денег всегда интересовали не только экономистов, но и публику. Клад Стоун как-то говорил о том, что лучший способ сойти с ума – это попытаться разобраться в том, что такое деньги. Нет ничего проще, чем пользоваться деньгами, и нет ничего сложнее, чем понять их сущность. На самом деле именно в вопросах денег, денежного обращения, кредита, банков, криптовалют можно встретить тех, кого раньше называли денежными чудаками или фриками. Потому что различного рода прожектеры, люди, которые мечтают переделать все общество и род людской, почему-то именно к этой сфере питают особую любовь. Именно здесь они постоянно выдумывают различные прожекты, полностью меняющие наше устройство. То им хочется отказаться от процента, то им хочется отменить кредит, то им хочется в качестве денег использовать нефть или газ, то им хочется полностью уничтожить банковскую систему, в том числе различными сомнительными путями. Действительно, в этой сфере огромное количество есть странных идей. Почему такое происходит? Мне кажется, здесь две причины. Первая причина состоит в том, что сама по себе тема денег крайне привлекательна. Когда ты говоришь о деньгах, всем понятно, о чем ты говоришь. Но непонятно, что именно ты предлагаешь. Иначе говоря, сам дискурс о деньгах привлекателен в том числе для так называемых фриков. Им кажется, что они разобрались в антропологии, они разобрались в истории, они понимают суть философии. Ну и дальше им, конечно же, в экономике неинтересно заниматься сдержками, прибылью, тем, как формируется структура капитала. Все это какие-то специальные непонятные темы, которые нельзя, что называется, пощупать. А вот деньги – это, казалось бы, вещь, которая понятна всем. Соответственно, самый простой путь почувствовать себя прожектером – это сказать, что до сегодняшнего дня человечество совершенно неправильно регулировало свою деятельность. Количество денег зависело от хаотических процессов, зависело от, как в свое время при золотом стандарте, от того, сколько добыто этого благородного металла. А сейчас это зависит от так называемого неолиберального центрального банка, который не хочет напечатать столько денег, сколько всем нужно. И поэтому нужно полностью изменить денежную систему. Нужно монетизировать экономику, нужно принудительно понижать процентную ставку, нужно, в конце концов, сделать так, чтобы все блага были доступны людям. И денежное обращение – это лучший механизм обеспечить нас всеми этими вещами. То есть получается так, что вопросы денег, конечно же, и мыслителей, и экономистов стали интересовать прежде всего. Потом уже они стали понимать, что довольно бессмысленно рассуждать о деньгах, вырывая этот анализ из всего контекста. Соответственно, мы увидим с вами в дальнейшем, что когда предлагаются ошибочные пути развития денежной системы, то они как раз чаще всего, эти пути основаны на одной из двух ошибок. Давайте об этом и поговорим в первой лекции, что видно, чего не видно и что не хотят видеть. Как правильно изучать феномен денег. Очевидно, что нам нужно будет говорить не только о том, как правильно изучать, но и какие ошибки часто совершаются в этой сфере. Почему они совершаются и как их можно было бы преодолеть. Конечно же, в названии сегодняшней первой лекции есть отсылка к великой книге французского экономиста Фредерика Бастиа середины XIX века. Это, как мне кажется, лучшее введение в экономику. Если вы впервые слушаете мои лекции, я очень советую вам познакомиться с этой небольшой книжкой. Она всего лишь содержит 100 страниц. Если у вас нет доступа, напишите, я обязательно вам пришлю PDF этой книги. И в этой книге Фредерик Бастиа демонстрирует главный принцип экономической теории. Нужно обращать не только на то, что видно, не только на совершенные действия, но и на то, что экономисты в дальнейшем стали называть упущенной выгодой. Или та альтернатива, которую человек или группа людей не реализовали. Соответственно, нужно обращать внимание не только на то, что видно, но и на то, что не видно. И тогда наши выводы будут совершенно другими. В частности, когда мы будем фантазировать о различного рода прожектов государственного переустройства. В частности, если мы представим себе, что главная проблема нашего общества – это недостаток денег. И попытаемся решать проблему недостатка денег печатным станком. Или как в свое время делали путем разбавления благородных металлов. Порчи монет. Именно так это называлось. Но, как мне кажется, для того, чтобы иметь целостную картину, нам нужно создать три точки. У нас получится своего рода треугольник. Что видно, чего не видно и что не хотят видеть. Это принципиально важный момент. Потому что Бастиа, как истинный экономист, демонстрирует нам исключительно альтернативы. Он не говорит о том, что вот так действовать правильно, а так действовать неправильно. Вообще говоря, экономическая теория – это не наука о том, как люди должны себя вести. Или какими должны быть цены. Или даже какими должны быть деньги. В конечном итоге экономисты могут рассказать, какие существуют альтернативы. И с какими издержками будет связан путь в одну сторону или в другую сторону. Но, тем не менее, если мы хотим понять не только чистую логику экономической теории, но и почему некоторые люди не принимают ее принципов. А таких людей очень много. И мы увидим в дальнейшем, что, собственно говоря, главный камень преткновения для реализации принципов здоровой экономической политики – это то, что часть людей или определенная большая доля людей не желает кое-что видеть. И вот то, что люди не хотят видеть, почему они не хотят видеть, мы должны, по всей видимости, также изучить. И тогда нам станет понятно, в каком направлении действовать. Где могут быть серьезные барьеры и как эти барьеры можно потенциально преодолеть. Итак, я сказал, что существуют две главные проблемы, из которых вытекают вот эти способы изучения денег. Один из этих способов – это все смешивать, что называется, в кучу. Вопросы денег, вопросы кредита, несистемное рассмотрение проблемы. Если вы все сваливаете в кучу, и при этом вы не знакомы с экономической теорией, вы будете упускать множество вещей, которые связаны с вашим предложением. То есть, иначе говоря, одна из проблем, которые мешают людям правильно изучать деньги – это концентрация на узкой некоторой области, когда вырывается эта область из всего контекста экономики. И это часто происходит. Посмотрите на названия книг, которые предлагают экономические реформы того или иного типа, и которые пытаются, что называется, поймать хайп на этой проблематике. И вы поймете, что действительно чаще всего от остальных проблем абстрагируется и говорится о том, что надо сделать кредит доступным. Или нужно бороться с неравенством. Или нужно бороться с разрушением экологии. Или нужно больше денег выдавать на образование. Соответственно, вокруг вот этого тезиса, вокруг этого вопроса формируется целая, что называется, концепция, школа, парадигма. И вся она вырождается в то, что экономисты называют группой интересов. А у группы интересов есть свой локальный принцип. Она ориентируется на выгоду своей группы, но, естественно, не думает о том, что в результате этого выигрыша могут пострадать другие группы. Потому что если анализировать и другие группы, которые от этого косвенно пострадают, тогда у вас будет целостный взгляд. Вы не будете вырывать из контекста вашу проблему или ваше предложение. И вывод может оказаться совершенно другим. Поэтому очень часто, когда вы видите предложение о том, как изучать, во-первых, деньги, потом что с этим делать, вы как раз увидите, что если вырывать из контекста эти вопросы, вы пойдете по ложному пути. Вы подобны будете лошади, у которой шоры на голове, и она, собственно говоря, совершенно не может понять, куда именно двигаться. Это первая проблема, которая существует. То есть как бы некий выход из контекста экономической теории, фрагментация. А с другой стороны, проблема состоит в том, что люди, которые говорят о деньгах, они совершенно не подразумевают, что нужно анализировать долгосрочные последствия их политики. Даже если вы обратите внимание на книжку Георга Кнаппа, о которой я говорил в самом начале сегодняшней лекции, то вы увидите, что в этой книге нет даже попытки проанализировать последствия того, что государство будет заниматься миссией денег. В свое время, когда Кнапп писал свою книгу, это была абсолютная инновация. То есть деньги государство фактически не могло монополизировать. В качестве денег использовалось в начале 20 века золото и серебро. И попытка анализировать феномен денег вне контекста их количества и их ценности – это удивительно, но это то, что совершал Георг Кнапп в начале 20 века. Он полностью абстрагировался от проблемы ценности денег и пытался анализировать деньги как исключительно юридическое явление, как то, что государство определяет как деньги. Кстати говоря, современная модная ММТ – Modern Money Theory – фактически в качестве своего идеологического претечи имеет именно Георга Кнаппа и его трактат «Государственная теория денег». Именно там провозглашается вот этот вопрос, что количество денег не имеет значения, и что бы государство не назвало деньгами, это в любом случае будет правильно, это в любом случае будет хорошо. Не существует даже проблемы альтернатив, что из различных альтернатив и денежных систем можно выбрать одну, которая будет лучше, а другая будет хуже. Так вопрос вообще не ставится. Вопрос ставится Кнаппом таким образом. Можно ли представить себе денежную систему, которая полностью была свободна от негосударственного элемента? Ну и, собственно говоря, придумывают, что такая система возможна. И его совершенно не интересует, к чему это может привести. Попытка реализации на практике в XX веке привела к краху многих экономик, но, тем не менее, Кнапп не дожил, к сожалению или к радости, до того, чтобы осознать пагубные последствия своей политики. Так вот, шоттермизм – это ориентация на краткосрочный период и вычленение из всего перечня экономических проблем только одной и игнорирование последствий – это два корня, из которых следует огромное количество путей, которыми пытаются люди исследовать деньги. Вот я несколько из этих путей здесь и обозначаю. Давайте разберемся в этих высказываниях. Главная проблема – нехватка денег. Очевидно, что здесь также обращают внимание на то, что видно. Огромному количеству людей денег не хватает. Хотелось бы, чтобы их было больше. И, соответственно, если человек занимался всю жизнь антропологией или филологией или философией, вполне уважаемыми науками, и решил, что действительно, раз главная проблема – это нехватка денег, то давайте просто-напросто увеличим количество денег. Как бы не наивно это звучало, но огромное количество людей до сих пор не могут понять, а в чем проблема, если мы напечатаем большее количество денег. Просто надо печатать так, чтобы цены не росли. Ведь цены растут не потому, что Центральный банк печатает деньги, а потому, что спекулянты на этом зарабатывают. То есть у людей еще и сверх того есть такое шизофреническое понимание экономики. Если цены растут, то это, конечно же, из-за спекулянтов, а если печатается больше денег, то это, конечно же, от правильной политики Центрального банка. И, соответственно, у них нет противоречия между тем, что количество денег растет, и это приводит к росту цен. Достаточно часто, и, кстати говоря, это еще в Древнем Риме было, если вы не смотрели мою лекцию, обязательно посмотрите про упадок Древнего Рима, как раз-таки Диоклетиан именно на вот этой волне популизма, когда люди видели, что цены растут, а результат этот был вызван ничем иным, как разбавлением динария на протяжении всего третьего века. Что он делает? Он не перестает разбавлять динарий, но он обвиняет в высоких ценах коммерсантов. Именно против них направляет свой эдикт о предельных ценах, где регулировалась цена на 1200 различных товаров, включая то, что сейчас называют товары первой необходимости. То есть у людей действительно такой вот получается очень узкий взгляд на деньги. Раз их не хватает, значит, нужно их просто больше печатать. А если их не печатают, то это, по всей видимости, потому, что следует неолиберальной политике, навязанной Западом. То, что на Западе Центральный банк вовсю печатает деньги, это их не сильно интересует. Наши самые популярные, в кавычках, экономисты типа Глазева, Глазева, Делягина и Катасонова, они, собственно говоря, видят главную проблему современной экономики в том, что мало печатают денег. Нехватка денег – это корень всех бед. На самом деле, если мы будем учитывать не только краткосрочные последствия для определенной группы, но и для всех, мы увидим, что количество благ от увеличения количества денежных знаков не происходит. Но в дальнейшем мы к этому не раз обратимся. Сейчас я просто попытаюсь перечислить ошибочные направления того, как люди смотрят на деньги. Еще один краткосрочный и узкий взгляд – это процент. Чем ниже процент, тем лучше. Фактически сейчас такую политику проводит Эрдоган в Турции. Он делает все возможное, чтобы процент был более низким. В идеале вообще процент нужно отменить. Это тоже довольно распространенная точка зрения. В частности, ее предлагал Прудон. И вот не смущал тот факт, что для того, чтобы выдавать кредит, нужно иметь некоторого рода сбережения. А чтобы люди их совершали, необходима определенная мотивация, связанная с временным предпочтением. Я только тогда откажусь от текущего употребления ради будущего, если буду видеть, что в результате смогу поместить свой капитал и получить на этот капитал определенный процент. Если же выдавать кредиты из банка под нулевой процент, во-первых, гигантское количество кредитов будет выдано неплатежеспособным лицам, во-вторых, вы не сможете привлечь капитал для финансирования этого банка. И как Бастиа показал Прудону, ваш банк неизбежно разорится. Бастиа понимал, что видно и чего не видно, а Прудон полагал, что все очень просто. Есть процент, процент людям не нравится. Значит, процент нужно отменить. Последствия этой отмены его не интересуют. Он же за благо человечества, он друг человечества, а Бастиа какой-то экономист, который, естественно, думает только о богатых. Поэтому еще один такой краткосрочный и узкий взгляд – это то, что процент – это явление негативное. Ну и в Турции тоже видны последствия попытки занижения процентной ставки. Это перманентная инфляция. Еще один проект, их может быть бесконечное количество – нужно отменить бумажные деньги. И это тоже становится предметом хайпа. То нужно отменить золотой стандарт, то нужно отменить бумажные деньги, то нужно разъемы отменить определенного рода для того, чтобы экологический стандарт соблюсти. Кто-то скажет, для того, чтобы неравенство упало, а кто-то скажет, для того, чтобы подавить и уничтожить, наконец, отравляющий мускулинный патриархат. В общем, короче говоря, в любом случае будет благо. Почему оно будет? Потому что вы просто-напросто отмените бумажные деньги. Вот лозунгами проще всего в этой сфере привлечь внимание публики. Но именно такой путь является совершенно ложным. Еще один лозунг или еще один тезис – нужно ввести отрицательный процент. Также мы неким образом вычленяем из всего целого экономической теории некоторые явления, сконцентрируемся на нем и не думаем о последствиях. Это, в общем, примерно как если бы мы лечили наспорк химиотерапии и думали о том, что, ну, в общем, почему нет, мы же не думаем о долгосрочных последствиях. Мы сконцентрировались на краткосрочных последствиях, и, наверное, этого достаточно. Или еще один довольно популярный лозунг, который даже известные экономисты повторяют не только государственнического типа, но и сторонники рынка – это то, что долги – это не проблема, потому что в конечном итоге мы должны друг другу, мы должны сами себе. Поэтому если на самом деле все долги исчезнут в один момент, то никаких проблем ни у кого не будет. Но это на самом деле примерно такая же ситуация, что если в одном помещении один человек бьет другого, то нет никаких проблем, потому что мы сами бьем себя, могут сказать люди. Или что один украл у другого, значит, кошелек – это тоже не проблема, потому что можно сказать, что в этом помещении просто-напросто люди сами у себя отнимают кошелек. На самом деле как раз-таки если существует отъем имущества, если существует насилие, то это и есть проблема. Потому что если долги исчезнут, то выяснится, что не только, что называется, богатые кредиторы не смогут получить то, на что рассчитывают, но огромное количество людей, у которых есть счета в банках, у которых есть какие-то сбережения, они также обнаружат, что ничего у них от этого не осталось. Если обнулировать долги, а, кстати говоря, сегодня еще об этом буду говорить, это модная идея среди современных левых теоретиков денег. Главная проблема – это долг. И вот если избавиться от долгов, тогда мы будем жить в совершенно другом обществе. Если долги будут аннулированы, все будет прекрасно, ведь долги – это несправедливо. Опять же, здесь вычленяется то, к чему это приведет, что это будет стоить. Удивительным образом все эти прожектеры, они даже не пытаются честно рассказать о возможных издержках их предложения. То есть вот давайте национализируем банки, или давайте отменим процент, или давайте бумажные деньги запретим, или запретим золотой стандарт. И, казалось бы, каждое из этих решений должно основываться на взвешивании аргументов «за» и «против». Но как раз именно этого не происходит, потому что выгодно сконцентрировать внимание на выгоде только определенной группы и в краткосрочном периоде. Ну или даже всех людей, опять же, но в краткосрочном периоде. Так проще протолкнуть некую политическую меру. Ну и, конечно же, тезис, который часто звучит, это что денежное обращение, кредит, банки – это сложные сферы, люди в этом разобраться не могут. Нужно ли понижать процент, повышать процент, нужно ли проводить активные операции на открытом рынке, нужен ли золотой стандарт, хорош ли биметализм, хорош ли биткоины, криптовалюты. Это все люди сами решать не должны. Они примерно так же должны вести себя, как пациенту у врача, прийти и слушать то, что он скажет. Я уж не говорю о том, что и такой подход не верен, если говорить о медицине, но в экономике он не верен вдвойне. Потому что как только вы доверяете экспертам решить за вас, что деньги, а что не деньги, то закончится это все тем, что у вас не будет никакого выбора. И вот этого маньяка-эксперта я постарался сегодня вам изобразить в качестве речи протагониста. Деньги нельзя ни в коем случае оставлять ни экспертам, ни уж тем более государству. Это примерно то же самое, что оставить тарелку с молоком для кота, чтобы он стерег все это для нас с вами. И вот эти хитрые технические новшества, которые, казалось бы, связаны с узкой областью. Человек называет себя макроэкономистом. Он говорит о каких-то непонятных для большинства материях. Нужно, например, совершить эвтаназию рантье, говорил Кейнс в свое время. Или социализировать инвестиции, тоже говорил Кейнс. И то и другое непонятно. Ловушка ликвидности, мультипликатор. Все это какие-то неощутимые для людей вещи. Поэтому пускай всем этим занимается тот, кому это интересно. Вот если нужно монетизацию, увеличить экономику, коэффициент монетизации, то, наверное, люди, которые это предлагают, разбираются лучше, чем мы, простые смертные. Но вот как раз-таки любое из вот этих высказываний является ничем иным, как неправильным путем изучения денег. Я уже сказал, в чем причина этой неправильности. Первая причина состоит в том, что здесь мы из контекста вынимаем эту проблему и забываем о том, к чему это может привести. И кроме того, мы концентрируемся на краткосрочном периоде, не думая о том, что в долгосрочном периоде это может привести к катастрофе. Кейнс в этом смысле прямо так и говорил, что не нужно думать о долгосрочном периоде. Если сейчас не хватает денег, то, в общем-то, их можно и нужно напечатать. Если нужно взять кредит, то, конечно же, чем ниже процент, тем лучше. Если государство может субсидировать процентную ставку, если государство может через механизм денежно-кредитной политики ее искусственно понизить, то это делать можно и нужно. То есть вот такой краткосрочный тип политики он сейчас преобладает. Ну и, конечно же, как мне кажется, квинтэнсенцией вот этих ошибочных взглядов на деньги является очень популярная модная книжка современного американского антрополога Дэвида Гребера. Совсем недавно его не стало. Но, тем не менее, это не мешает популярности его книги. Это вот такой вот фолиант страниц на 700. В принципе, популярность этой книги продолжает линию популярности книги Тома Пикетти, «Капитал в 21 веке». И Дэвид Гребер в этой книжке предлагает революционный взгляд на преобразование общества. Надо сказать, что вот характерный пример, да, понятно, Нью-Йорк, понятно, левые взгляды. Он сам себя считал антиглобалистом, участвовал в срывах встреч Всемирной торговой организации, в Сиэтле и в других организациях. То есть, в общем, такой радикальный товарищ. Но при этом модный, популярный среди людей, которые хотят казаться начитанными, образованными и прогрессивными. Вот относительно недавно захожу в одну неплохую кофейню и вижу, как дама увлеченно читает вот эту книжечку Дэвида Гребера. Но это лишь одна из сцен. На самом деле можно увидеть эту книжечку. Она еще такого хорошего цвета. Ее приятно положить рядом с собой на кофейный столик и задуматься над природой долгов. Вообще, почему долги существуют? Почему кто-то кому-то что-то должен? Гребер предлагает, в общем, не самую плохую вещь уничтожить Международный валютный фонд. Имеется в виду его закрыть. Но вот почему он это предлагает и что он видит в качестве альтернативы, это хотелось бы рассмотреть. Потому что антрополог очень интересно, как мы видим, рассуждает о деньгах. И получается, что на сегодняшний момент влияние такого автора, как Гребер, на публику, на так называемых Яппи, гораздо больше, чем у Мизеса, Кейнса, у ММТ и прочих теорий. Потому что Дэвид Гребер объясняет людям, чего же они на самом деле хотят и куда нужно двигаться. Действительно, главная проблема с точки зрения Гребера – это существование долга. Долг – это, можно сказать, такой первородный грех человечества, и его надо как-то искупить, от него нужно избавиться. Книжка включает огромное количество исторических экскурсов в работорговлю, в то, как существовала древнеперсидская поэзия, литература, какие коврики были в Византии. То есть настолько эрудированным является автор. Ну, согласитесь, девушки стильный, вполне подойдет такой автор, который расскажет ей множество историй типа «Тысяча и одна ночь», ну и заодно какую-то экономическую концепцию ей в голову заложат. При том, что сам Гребер, конечно же, экономистом не является, что называется, по определению. У него очень интересный способ полемики с экономистами. Он, как правило, на них вообще не ссылается, считая, что, а зачем экономисты, они, в общем, служат капиталу. Но в самом конце он даже умудряется процитировать Мизеса, где Мизес, в общем, показывает, почему не нужно отменять долги и почему от этого пострадают простые рабочие. Знаете, как на эту цитату реагирует Гребер? Очень просто. Он противоположную цитату берет у Кейнса. Ну и раз у экономистов Кейнс считает одно, а Мизес считает другое, то можно методом аннигиляции просто-напросто не заниматься тем, что говорят экономисты, а продолжить с позиции антрополога анализировать то, что такое деньги, что такое долг и что с этим всем нужно делать. Так вот, что беспокоит господина Гребера из Нью-Йорка или беспокоило его читателей? Более сущностная проблема, которая заключается в самом допущении, что долги должны выплачиваться. Видите, кто-то считает, что раз ты взял на себя долг, ты должен платить. А вообще говоря, почему? С чего это вдруг ты должен платить? Или, например, вот так же может сказать не только обычный рабочий, который взял кредит, так же может сказать и работодатель. Работник придет в конце месяца, скажет, вы мне должны такую-то сумму за проделанную работу. А почему это скажет он? Я вам что-то должен. Он может сказать, до свидания, я вам ничего не должен. В свободном обществе свободные люди никому ничего не должны. Даже то, что они пообязались выполнить. Вот что пишет Гребер. Действительно, особенность утверждения, что каждый должен выплачивать свои долги, заключается в том, что даже в соответствии со стандартной экономической теорией это неправда. Удивительным образом Гребер приписывает экономической теории вообще вопросы, которыми она не занимается. То есть нужно платить, не нужно платить, это не вопросы экономической теории. Этим может заниматься этика, этим может заниматься теория права. Но экономисты занимаются не тем, что должно, а тем, что есть. И лишь могут показать, к чему приведет, например, то, что мы будем игнорировать такое явление, как долг. Но тем не менее, он считает, что даже стандартная экономическая теория свободно относится к тому, что не по всем долгам совершается платеж. Предполагается по Греберу, что кредитор берет на себя определенную степень риска, что если бы все займы, сколько бы идиотскими они ни были, должны были бы возвращаться. Это удивляет Гребера. Он считает, что, в общем, если кто-то считает, что займ был идиотским, или сделка была совершена по легкомыслию, или потому что человек торопился, то он имеет право аннулировать эту сделку. Вообще говоря, здесь, конечно, Гребер, как и многие другие, демонстрирует непонимание самой сути любого контракта. Потому что каким бы идиотским он ни казался, в момент завершения контракта каждая сторона брала на себя риск. И действительно, кредитор тоже берет риск, связанный с тем, что будет неплатеж. И он пытается от этого неплатежа защититься. Это не означает, что у должника есть право не платить, потому что он посчитал позднее, что его решение было идиотским. Ну, представьте себе, вы приходите в банк, ипотечный кредит возвращаете, говорите, вы знаете, мое решение брать кредит было идиотским. Я вам ничего не должен. До свидания. То же самое может вам сказать банкир, если вы придете обналичить свой депозит, снять деньги с вашего депозита. Он скажет, вы знаете, принять у вас деньги на депозит было идиотским решением, поэтому я вам ничего не должен. До свидания. То есть можно представить себе мир, в котором, по всей видимости, любой человек является в определенной степени не только заемщиком, но и кредитором. Не только кредитором, но и заемщиком, следовательно, имеет право так вольно обращаться своими обязательствами. Потому что долги – это зло. С долгами нужно бороться. С точки зрения редакторов этой книги, которые перевели эту книгу на русский язык, это высказывание не самого Гребера, а его научного редактора, вот что должно быть альтернативой существующему миропорядку. Главной ценностью является стремление не к выгоде, а к выстраиванию полноценных отношений с другими людьми. Только тогда, когда мы откажемся от неолиберальных предрассудков относительно природы человека, мы сможем построить новое, более справедливое общество, основанное на принципах приобщения, а не исключения. Ну, уже из этого высказывания понятно, что с точки зрения Гребера и его последователей не может быть такой вещи, как отношения между людьми, основанные на выгоде. И что это противоестественно. Причем выгода, конечно же, не может пониматься только как материальная выгода. Хотя и в этом нет ничего плохого, если люди получают выгоду от отношений друг с другом. В этом, собственно, нет особых, казалось бы, проблем. С точки зрения Гребера и его последователей, это главная проблема. Нельзя, вредно и, собственно, грешно стремиться к выгоде. Отношения должны основываться на чем-то другом. Причем на чем они должны основываться, не очень нам понятно. Это должны быть некие полноценные отношения. Но если кто-то получает выгоду от этих отношений, он должен мучиться моральными корчами и в результате делать все возможное, чтобы страдать от, видимо, отношений. Тогда полноценные отношения для Гребера и его последователей означают взаимное страдание. Ну, потому что никто не получает выгоду и нет триумфа неолиберализма. Истинная природа человека таким образом торжествует. Торжествует в истерике, что называется. Гребер, конечно же, защитник, как и всякий нью-йоркский интеллектуал бедных и нуждающихся. Особенно бедных и нуждающихся, которые не хотят становиться богатыми и зажиточными. Собственно, известный факт состоит в том, что если у человека нет денег, то он мог бы попытаться их заработать, будучи усердным. То есть даже бедный человек за счет своего усердия, трудолюбия, бережливости, предприимчивости, стремления использовать свое время и деньги для того, чтобы получить образование, для того, чтобы создать свой бизнес, для того, чтобы найти клиентов, в принципе, может жить достойно. Но вот Гребер считает, что это все глупость, страшная глупость. Он даже написал книгу о бессмысленном труде, где доказывал, что, в общем, большая часть профессий сегодняшних является ничем иным, как вредным видом деятельности. Собственно, с этим можно частично согласиться, но не потому, что людям не следует быть усердными, а потому что огромное количество этих профессий были созданы государством. И там действительно усердие не слишком полезно, а даже вредно. Собственно говоря, в концлагере замечательный охранник – это тот, который ничего не делает. Но это правда. Но все, что касается рынка, понятно, что если человек не будет стараться продавать свой продукт, готовить хороший кофе, печь свой хлеб, то ничего хорошего из его продукции не выйдет. И вот это очень не нравится Греберу, потому что он хочет защищать неусердных бедняков. То есть вот что экономисты говорят, что бедняк, он должен быть усердным, он должен стараться, и вот только тогда заработает он какой-то капитал, какие-то деньги и станет полноценным членом общества. А как насчет неусердных бедняков, говорит Гребер? По-видимому, они могут катиться ко всем чертям, пишет он эстетически. Практически в прямом смысле, если следовать многим христианским доктринам. Почему-то еще решил пынуть заодно многие христианские доктрины. Ну или, может быть, их лодки поднимет нарастающая волна. Это так называемая идея просачивания благ сверху. Но это несущественно. Они недостойны, считает Гребер. Как бы он пересказывает позицию своих противников, так называемых неолибералов. Где он их видел, непонятно, но тем не менее удобно создать карикатуры и приписать вот эту точку зрения. Что неусердные бедняки недостойны, потому что недостаточно усердны. А значит, то, что с ними происходит вообще, к делу не относятся. Вообще, здесь, конечно, можно спросить, а недостойны чего? И разве те, кого рассматривает Гребер, это в данном случае он критикует Адама Фергюсона, автора книги о деньгах. И он считает, что Фергюсон демонстрирует вот этот неолиберализм. Потому что Фергюсон доказывает, что, в общем-то, если люди хотят преуспеть, они могут, по крайней мере, постараться. Но ни Фергюсон, никто из сторонников рынка не говорит о том, что эти люди недостойны уважения именно как люди. Пожалуйста, если человек не является богатым, это не означает, что его нужно как-то третировать, бить палками, или он чего-то недостоин. Скорее, речь идет о том, что у этого самого неусердного бедняка нет права требовать у остальных, чтобы это ни было. То есть, если он вполне удовлетворяется своей бедностью, он не пытается быть усердным, то можно развести руки и сказать, ну что ж, это ваше право. Мы вам ничего не должны, вы нам ничего не должны, вы достойны того, чтобы жить, как вы хотите жить, мы к вам никаких претензий не имеем. Поэтому ни о каком шейминге с точки зрения того, что раз человек бедный, поэтому он недостоин, например, чего он недостоин, непонятно. Тем не менее, Гребер считает, что он должен совершить некую апологию безделью в конце своего трактата. И хотя он мечтает о том, чтобы реформировать именно денежную систему, конечно же, это имеет своей конечной целью изменение устройства общества, а не только денежной системы, кредита, банков и всего остального. Фактически он совершает что-то вроде апология безделью или бездеятельности, хотя удивительным образом сам себе противоречит, мы сейчас это увидим. Я хотел бы закончить добрыми словами в адрес неусердных бедняков. Вот их все чморят, извиняюсь за выражение, но Гребер их хочет защитить. Они хотя бы никому не причиняют вреда. Честно говоря, вот эта фраза, она, конечно, ни на чем не основана, потому что так же, как и усердные бедняки, так же, как и неусердные богачи и усердные богачи, они, в общем-то, сами по себе не причиняют никому вреда. Все живут так, как получилось. Вот, и поэтому сказать, что неусердные бедняки, они не могут причинить никому вреда, это примерно так же, как сказать, что определенная социальная группа или гендерная группа не может причинить вреда другим людям. На самом деле представители этой группы вполне способны, как и все остальные, совершать преступления, грабить, убивать и совершать другие нехорошие действия. Поэтому вред они вполне могут причинить, особенно учитывая их уровень благосостояния, потому что не секрет, что именно среди тех людей, у которых есть финансовые проблемы, уровень преступности достаточно высок. Не будем сравнивать с другими группами, но, в общем, достаточно утверждения о том, что бедняки в этом смысле мало отличаются от остальных групп тем, что они вполне так же способны принести ущерб другим, причинить вред другим так же способны. И вот как идеалистически описывает Гребер поведение неусердного бедняка, то есть который не пытается преуспеть в жизни и даже, видимо, не пытается устроиться на работу. Вот проводя свободное от работы время, тут дальше непонятно, то ли он работает, то ли у него все время свободное от работы. Ну, по всей видимости, если он действительно неусердный бедняк, то он просто все время отдыхает, он не зарабатывает деньги. Это логично. Поэтому проводя свободное от работы время, это означает все время с друзьями, с семьей, радуясь жизни, заботясь о тех, кого они любят, возможно, меняют мир к лучшему больше, чем мы замечаем. То есть вот если человек не зарабатывает деньги, все время поет песни, как Шариков с компанией, то, в общем, оказывается, что это и есть новый человек. Ему не обязательно быть тружеником, ему не обязательно быть предпринимателем, и уж совсем ему не нужно быть атлантом, на плечах которого будет держаться мир. Ему достаточно быть неусердным бедняком. Это и есть, с точки зрения Гребера, человек будущего. Быть может, нам следовало бы думать о них как о провозвестниках нового экономического порядка, которому не будет присуща наша нынешняя страсть к самоуничтожению. То есть, по всей видимости, если мы перестанем быть усердными и станем неусердными бедняками, то нас ждет не самоуничтожение, а самосозидание. Удивительно, что, исходя из этой логики, не очень понятно, что можно сказать о, например, неусердных богачах, потому что неусердный богач, в принципе, тоже ничего не делает. Он сидит на своей ренте, тратит ее, поет песни, радуется семьей жизни, он может получать тоже социалку, как и все остальные. И в этом смысле, может быть, он тоже молодец. Тогда что же получается по Греберу? И богатые тоже молодцы. И более того, богатые, живущие на ренту. А рента – это ведь не что иное, как чьи-то долги и обязательства, а именно с этим он борется. В общем, короче говоря, здесь много странностей. Особенно, если действительно попытаться представить себе общество, в которое никто не работает. По всей видимости, современные левые интеллектуалы на Западе, они близки к тому, о чем мечтал Андрей Платонов. Что как-то самотеком вся экономика будет приносить все плоды. То ли роботы, то ли искусственный интеллект, то ли сверху какие-то божественные силы. Они, как из рога изобилия, будут нас одаривать всем, что нам нужно. Для этого не нужны предприниматели, для этого не нужны усердные работники. Для этого достаточно быть лентяем. Если ты будешь лентяем, ничего не будешь делать, то мы обретем новый порядок. И это будет счастливое общество. Вот так полагает Гребер. Что же для этого нужно? Чего нам не хватает для того, чтобы оказаться в раю? Нам просто-напросто нужно уничтожить все долги. Долг – это вообще говоря то, что 5000 лет мешало человечеству обрести рай. По Греберу первоначально человечество жило, как и по Марксу, в некем коммунистическом раю. Все принадлежало всем. Не было никаких ни денег, ни собственности, ни обмена, ни торговли. Все танцевали, плясали, радовались. Все было прекрасно. Потом появились деньги, появился кредит, появился долг. И он привел к некому грехопадению человечества. И от этого грехопадения нужно избавиться. Вот как Гребер определяет, что такое долг. Что же такое долг? Долг – это лишь извращенное обещание. То есть получается, что есть некое неизвращенное обещание. Об этом, правда, Гребер ничего не знает. Это обещание, искаженное расчетом и насилием. Ну, вообще говоря, если вы кому-то предоставляете что-то в долг, то было бы странно не использовать расчет. И в данном случае вы видите, что Гребер еще и смешивает расчет, который стоит за вашим решением, и насилие. Очевидно, что для Гребера любой долг, добровольная сделка между людьми, является ничем иным, как насилием. Потому что вы пользуетесь моей нуждой. Мне нужны деньги сейчас, вы даете их в долг, а потом требуете процент. И вот это должно быть запрещено. Должно быть запрещено взаимодействие свободных людей друг с другом. Вообще, если последовательно промыслить предложение Гребера, оно означает гораздо больше, чем он предлагает. Потому что если мы действительно хотим запретить долги, то мы должны запретить и собственность, чтобы вернуться к первобытному коммунизму. А запретив собственность, мы должны запретить свободу. А запретив свободу, мы должны просто-напросто всех людей поработить. И вот тогда будет действительно тот самый рай, о котором мечтает Гребер и его последователи. Тогда долгов не будет. Итак, долг – это лишь извращенное обещание. Это обещание, искаженное расчетом и насилием. Если свобода, настоящая свобода по Греберу, состоит в способности заводить друзей, то она обязательно должна подразумевать и способность давать настоящие обещания. Обещание не то же самое, что долг. Какие обещания могут давать друг другу поистине свободные мужчины и женщины? Да, вот важный момент. Хотелось бы прояснить. Тут нам даже сказать нечего, признается Гребер. Действительно, запретить все долги можно, обещания при этом оставить можно, но какими должны быть обещания, это уж извините, я не знаю. Это вот идеальное будущее, когда мы все это уничтожим, вот тогда каким-то образом самотеком все и придет. Вопрос скорее состоит в том, по Греберу, как нам добраться до места. То есть не надо думать о последствиях, не нужно думать о том, что мы получим в итоге. Ну, нам просто надо плыть, неважно куда. Нам скорее нужно добраться до места, и тогда все выяснится. И первым шагом на этом пути станет признание. Вот что мы должны сделать? Первый шаг. Что это за шаг? В самом широком смысле понимания вещей никто не имеет права называть нашу подлинную стоимость. Так же, как никто не имеет права говорить нам, что мы на самом деле должны. Ну, давайте разберемся с первым пунктом. Никто не имеет права называть нашу подлинную стоимость. Ну, вообще экономисты сказали бы value, ценность. Наверное, здесь Гребер имеет в виду заработную плату. Но на самом деле никто никогда в рыночной экономике не дает, что называется, денежного эквивалента человеческой жизни. Это возможно в условиях рабовладения, в условиях рыночной экономики. Можно лишь предложить определенную заработную плату, которая, очевидно, не является каким-то денежным выражением значимости человека и чего бы то ни было. Это всего лишь сделка между двумя людьми. Между собственником денег или капитала и, соответственно, самим работником. Поэтому на рыночной экономике никто не пытается дать человеку, что называется, подлинную стоимость. Но даже если представить себе, что кто-то дает эту ценность, и что из этого следует? Почему людям запрещено устанавливать ценность услуг других людей? То есть если вот я, например, предоставляю вам услугу курса этого лекции, то с точки зрения Гребера это зло. Почему это зло? Потому что я устанавливаю цену, мы с вами выясняем в процессе ценность этого блага. Или, например, та же книга Гребера, которая продается в книжных магазинах. То есть также она не имеет права иметь некую ценность, которая определяет кто бы то ни было. Никто не имеет права называть нашу подлинную ценность. На самом деле очень странно, потому что никто, по сути дела, на рынке этим и не занимается. Он в лучшем случае может оценить услугу другого человека или продукт, который он предоставляет. Книгу, курс лекции, кофе, шоколад, дом, квартира, самолет. Все это может оцениваться. В рабовладельческом обществе человек также может быть предметом торга. Но в рыночной экономике, основанной на частной собственности и на принципе самопринадлежности, никто стоимость в принципе и не может определить, и не должен. Но самое интересное второе. Как себе представляет Гребер мир, в котором никто не имеет права говорить нам, что мы на самом деле должны. То есть вот ты идешь в школу, тебе говорят, вы должны выполнить домашнее задание. Вы говорите, я ничего не должен. Вы идете в банк, получаете кредит, подписываете договор. Потом банкир к вам приходит, говорит, вот, пожалуйста, заплатите определенную сумму. Вы говорите, я ничего не должен. Вы вступили в брак. За вами определенные обязательства. Вы также говорите о том, что вы никому ничего не должны. Ну, если один такой асоциальный тип существует, это еще можно представить. Он, конечно, будет несносным. И вряд ли он достигнет большого успеха. Но представим себе, что в обществе в целом люди не признают те долги, которые сами сформировали. То есть они могут сказать, что долг был идиотским, что мои обязательства на самом деле ничего не значат, что я отказываюсь от этих обязательств и вы не вправе меня принуждать. Ну, в общем, понятно, что мир, в котором это возможно, превратится напросто в хаос. Люди не смогут взаимодействовать друг с другом. Будет существенная потеря имеющегося капитала, имеющегося времени, имеющегося богатства. В том числе у людей не будет времени для того, чтобы, живя в Нью-Йорке, писать такие трактаты, которые писал Гребер. А у людей помоложе не будет времени сидеть в кофейнях и читать эту книжку, положа ногу на ногу и периодически просматривая в Инстаграме новые фоточки своих подруг. Соответственно, очевидно, что тот путь, который предлагает Гребер, он как раз является яркой иллюстрацией того пути, по которому идти не следует. Вообще специфика того курса, который я буду читать, состоит в том, что мы попытаемся проанализировать максимально целостно взгляды, существующие на природу денег. Не только изложить, что правильно, этому, несомненно, будут посвящены последующие лекции, и в том числе сегодня, но в том числе и поговорить о ошибочных идеях, потому что ошибка в базисе, ну в базисе не в смысле марксистском, а в смысле в начальном элементе сложной теории, приведет к ошибочности всей теории. А если попытаться ее реализовать на практике, несложно догадаться, к чему это приведет. То есть на самом деле Гребер, в принципе, мечтает о том, что в Советской России осуществлял Владимир Ильич. Действительно, аннулирование кредитов, аннулирование долгов, обязательств, которые были, попытка первоначально отмены вообще денег, как вы знаете. Ну и, конечно же, вы не найдете у Гребера, что это было неправильно, что Ленин попытался реализовать то, о чем я говорю. Он, конечно же, как и многие современные левые, не хочет знать о всех реальных попытках осуществления социализма в прошлом. Это все не про него с этой точки зрения. И в этом смысле очень важно, когда мы говорим о деньгах, не забывать, что невозможно говорить о них в отрыве от остальных, проблем экономической теории. Выдающийся австрийский экономист, как мне кажется, именно ему принадлежит наиболее важный труд в истории человечества о деньгах. Это трактат под названием «Теория денег и федуциарных средств обращения». Интересно, что он был написан тогда же, когда и трактат Георга Кнаппа. Вот что Мизес говорил о значении экономической теории. То есть фактически феномен денег, хоть он и является центральным в экономической теории. Тем не менее, если рассмотреть феномен денег, не зная ничего о других теоремах, такой взгляд будет ошибочным. А сейчас такой взгляд распространен. Я уже говорил о том, что люди берут что-то жареное, какую-то яркую тему. Вот давайте либо процент пониже, либо стабильный курс, либо давайте бороться с криптовалютами. И дальше уже спор заходит в какую-то узкую область, которая не позволяет оценить долгосрочные последствия и последствия для всех групп. Вот что Мизес говорил о значении экономической теории для современного общества и для цивилизации. Не только экономисты, но и все люди придают экономической науке особое значение. Все современные политические вопросы касаются проблем, обычно называемых экономическими. Экономические доктрины занимают мысли каждого. Кажется, что философы и теологи интересуются больше экономическими проблемами, а не теми проблемами, которые прежние поколения считали предметом философии и теологии. Все думают об экономической науке, отдают ли они себе в этом отчет или нет. Присоединяясь к политической партии и заполняя избирательный бюллетень, гражданин занимает определенную позицию по отношению к важнейшим экономическим теориям. Тут, наверное, нужно сделать оговорку, что гражданин, совершающий свой выбор, бросая бюллетень, может это делать только в свободном обществе, там, где демократия не является мним фасадом. Соответственно, очень важно для тех обществ, которые продолжают быть в 21 веке свободными, чтобы граждане не теряли этой свободы. А не потерять ее можно только, зная экономическую теорию, потому что это позволяет понять, какого рода голосование заведет в тупик и в конечном итоге лишит их свободы. Потому что сегодня они голосуют за то, чтобы денежное обращение позволило им получить льготный кредит, а завтра они выясняют, что у них нет возможности голосовать за программу, которая была бы противоположна желаемой государству. То есть фактически они перестают быть свободными и формально демократическим путем они получают тоталитарное общество. И вот то, что я в начале сегодняшней лекции продемонстрировал в качестве некой идеологии тоталитаризма, это вполне себе может прийти к нам через демократические формально институты. И во многих странах это уже произошло. На постсоветском пространстве, надо сказать, несколько стран, и Россия, и Беларусь, формально 20 лет назад были вполне себе демократическими. И люди могли присоединяться к различным партиям и программам и голосовать за ту или иную идеологию, знакомясь, в частности, первоначально с идеями Мизеса. Но, видимо, момент был упущен. Болезнь настолько запущена, что сейчас уже не получится в несвободных обществах путем просвещения эту проблему решить. Но, еще раз говорю, пока есть свободные общества, и пока в этих обществах есть граждане, которые обладают правом свободно мыслить и выбирать то, что они считают правильным, значение экономической теории будет сохраняться. В нынешних обстоятельствах, полагал Мизес, нет ничего важнее для каждого мыслящего человека, чем экономическая теория. На карту поставлены его собственная судьба и судьба его детей. Я думаю, что Мизес здесь очень хорошо понимал, как многое зависит от понимания людьми, по какому пути нужно двигаться. Всегда существуют группы интересов, которые могут увлечь индивида, затащив его в ту самую логику краткосрочных интересов и интересов только определенной группы, с тем, чтобы на остальное не обращать внимания. А потом уже все, что называется, идет по накатанной, по той самой дороге крабства, о которой говорил не раз Хаек. И в этом смысле возникает вопрос, а как вообще можно было бы смотреть на экономику? Как люди сейчас смотрят на нее? Ну, наверное, нулевой пункт, довольно распространенный, и, к сожалению, по сути дела, дающий карт-бланш тем самым экспертократам, это люди вообще не смотрят на экономику. Они ее не замечают. Их голова опущена вниз, их руки перебирают те краткосрочные проблемы, которые непосредственно стоят перед ними. Но это более-менее понятно, когда общество небогатое, у людей нет времени для того, чтобы разбираться в экономике. Но, увы и ах, к сожалению, огромное количество людей, у которых есть и свободное время, и ресурсы, также не считают необходимым, как следует разобраться в этих вопросах. И, наверное, людей этих вы знаете. Здесь можно вспомнить Пушкинское «Мы ленивы и нелюбопытны». И очевидно, что именно в экономической сфере это наиболее характерная проблема. В других областях, кажется, нашли способ привлечь внимание обывателя. И в биологии, и в географии, и в истории можно сделать красивые презентации, которые привлекут публику и заставят ее, раскрыв рот, смотреть на то, как жонглирует лектор теми или иными картинками. В экономике без все-таки абстрактного мышления не обойтись. А мышление требует интеллектуальной активности. Если человек привык к пассивности, привык переключать, что называется, телевизор или сейчас просто-напросто скроллить ленту, то ему очень тяжело вообще увидеть экономику как важную для него область знания. С экономикой в таком случае человек сталкивается иногда в школе, иногда вообще не сталкивается. Есть раздел «Обществоведение», а внутри изучается экономика. Когда я преподавал в вузах различных экономику, я постоянно спрашивал людей. Оказывается, что порядка 80% людей, которые изучали общество знания внутри этого курса, до экономики даже не доходили. То есть они изучали историю, право, философию, еще что-то, но экономика вообще находилась где-то на задворках интересов преподавателя общества знания или общества ведения. Соответственно, в университете, там где это также обязаловка, ну и дальше человек идет в реальную жизнь и может продолжать, в общем-то, не интересоваться экономикой. И может быть вас удивит, но огромное количество людей, подавляющее большинство людей, так и не познакомятся на протяжении всей своей жизни с тем, что Мизос считал самым главным знанием в современной цивилизации. Тем не менее, когда люди все-таки имеют какой-то интерес к экономике, пытаются смотреть по сторонам и анализировать. Вот я знаю одного предпринимателя, достаточно успешного, у него достаточно времени и денег, чтобы смотреть по сторонам, но он говорит, а меня не интересует то, что происходит с другими. Я коммерс, я вижу, что в результате санкций, например, я смог заработать больше денег и могу эти деньги потратить на свои цели, а все остальное меня мало интересует. Вот я коммерс, я получаю деньги за счет госзаказа, и мне, в общем, все равно, что там будет происходить в экономике. Такой взгляд вполне возможен, но он основан не на том, что человеку, скажем, интеллектуально это неинтересно, а здесь, может быть, даже ему было бы это интересно, потому что все-таки для того, чтобы быть человеком в этой сфере, надо обладать некоторым интеллектом, это несомненно, но ему это неинтересно именно по причине невыгодности, ему невыгодно это знание. И здесь мы возвращаемся к названию сегодняшней лекции, что видно, чего не видно и почему не хотят видеть. Итак, тем не менее, когда возникает некий интерес, можно по-разному пытаться смотреть на экономику. И здесь я, конечно, хотел бы проранжировать эти способы. То есть, во-первых, люди редко смотрят на экономику, во-вторых, когда они начинают на нее смотреть, они чаще всего ждут от экономистов и в целом от экономики предложения некоторых механизмов достижения тех целей, которые они перед собой ставят. То есть, они смотрят на экономику, как на механизм. Вот, есть трактор, например, или эскаватор. И понятно, какую цель может осуществить эскаватор или трактор, да, например, нужно что-то сравнять с землей или, наоборот, нужно что-то построить. Вот, как строит мост, также нужно, по идее, в экономике обеспечить некоторую цель. Ну, нужно, например, обеспечить экономический рост, обеспечить нас определенным уровнем дохода, решить проблему безработицы, сделать хорошими дороги. Это уже более наглядная вещь. Ну, в общем, этим должны заниматься какие-то специалисты, которые, конечно же, закончат вуз, получат степени. И дальше, наподобие инженеров, наподобие сантехников, будут приходить в экономику и каким-то образом ее будут регулировать. Там вот они будут подкручивать процент, здесь они будут увеличивать денежную массу, здесь они будут увеличивать государственные расходы, здесь они будут наращивать госдолг. И путем вот этого макроэкономического регулирования, тонкой настройки, они будут все это осуществлять как некоторую механику. Это один способ смотреть на экономику. То есть механистический подход. И главная проблема, конечно, этого подхода, это то, о чем я говорил. Общество, оно состоит из людей. Для людей характерно наличие субъективных предпочтений. И в результате этих субъективных предпочтений в экономике порядки порождаются не в результате некого планирования, а спонтанно. А инженер – это человек, который в принципе предполагает, предполагает, что все знания, необходимые для создания конструкции, у него есть. Ему нужны лишь материалы и ресурсы в виде денежных ресурсов, чтобы все это осуществить, людских ресурсов и так далее. А дальше уже правильная комбинация, некая оптимальная комбинация. Общество, конечно же, устроено не так же, как часовой механизм или как трактор. Оно устроено гораздо сложнее. Это некая, скорее, биологическая система, чем механическая. Тем не менее, вот есть другой взгляд – смотреть на экономику как на организм. Казалось бы, он ближе к биологическому подходу. Кстати, сама биология Дарвина родилась как некоторое развитие идеи экономиста Томаса Роберта Мальтуса. Поэтому удивительным образом экономическая теория лежала и во всей видимости лежит в основе современной биологии. Такую идею смотреть на экономику как на организм предлагали не только те, те, кто считали, что есть некие спонтанные порядки, но и, как ни странно, такой сторонник государственного интервенционизма, как Джон Мэннард Кейнс. Он вообще мечтал, что в далеком будущем экономисты превратятся в скромных стоматологов, к которым мы ходим для конкретной задачи. И нам не требуется верить их программам, изучать различного рода измы – капитализм, социализм, этадизм, интервенционизм, анархизм. Это все слишком сложно и философски. А экономисты просто-напросто будут менять пломбу, вырывать зуб, если нужно, убивать нерв. Ты пришел, говоришь, вот у меня болит зуб. Вот стоматолог сказал, это будет стоить столько-то. И в результате совершил свое действие. Ничего принципиально не изменив. Но на самом деле, конечно, такой взгляд – это как раз убийство той логики, которую призывал нас Мизос. Потому что экономическая теория касается всех и каждого. Невозможно сесть в кресло к стоматологу, он удалил у вас зуб, и все, вы пошли дальше счастливым. Потому что этого зуба, как такового, нету в обществе. Есть огромное количество людей, взаимодействующих с друг с другом. И как только кто-то вмешивается в это общество как стоматолог, ну представьте себе такого Гулливера, который ведет себя с лилипутами, как стоматолог. С дрелью, например. Примерно так же будет выглядеть и экономист, который смотрит на общество как на организм, как на дойную корову, скажем так, или как на то, что нужно лечить. Организм болен, экономика нездорова, люди там действуют, как они хотят, это совершенно недопустимо. Поэтому нужно вести себя по отношению к ним как врач. Еще один способ смотреть на экономику – это с позиции моралиста. И Гребер – это один из примеров такого морализаторства, которое, кстати говоря, сомнительно с точки зрения этики как науки. Я думаю, что все-таки возможно рациональная этика. Но с точки зрения Гребера вообще, мне кажется, если до конца продумать эту этику, она будет самоуничтожаться, самоаннигилироваться. Потому что если никто никому ничего не должен, то и вам никто ничего не должен. В том числе у других имеется право на насилие по отношению к вам, потому что у них нет никаких долгов и обязательств перед вами. В том числе не совершать насилие. Поэтому я думаю, что такая этика отсутствия долгов, она вряд ли жизнеспособна. Тем не менее, действительно, с древних времен, еще со времен Аристотеля, было принято смотреть на экономику как на ту область, где нужна определенная этическая корректировка. То есть вот есть цены, которые устанавливаются на рынке, а есть справедливые цены. Есть те цены, которые соответствуют традиции, соответствуют статусу обменивающихся лиц. Естественно, представители духовенства не должны платить столько же, сколько и обычный рабочий люд. Соответственно, это подразумевает определенное вмешательство в процесс ценообразования, идущий со стороны цехов или идущий со стороны, в общем, государства. И это означает не что иное, как рассмотрение экономики с позиции «хорошо» или «плохо». Не то, как формируются цены, а какими цены должны быть. Не то, как формируется процент, а каким должен быть процент. Не то, как появляются стихийные деньги, а то, как сделать так, чтобы для функционирования денег не нужны были никакие металлы, не нужны были бумажные деньги, не нужна была бы конкуренция, не нужен был бы выбор, не нужно было все разнообразие. Я помню, что когда я несколько лет назад читал вводный курс по экономике физикам и математикам, один из слушателей задал вопрос, а зачем людям дают столько свободы выбирать? Вот они могут, получается, разные виды пива приобрести, разные виды сигарет, могут употреблять и то, и другое, и третье. Все технологически очень дорого. Что, если все это значительно упростить? И более того, не просто упростить выбор одного пива, одних сигарет, и решать-то зачем людям. Математики сформируют некую модель правильного употребления тех или иных вещей, и они будут производить ровно столько, сколько соотносятся с принципом масштаба, то есть эффективности. Эффективности, измеренные в штуках. Если можно получить оптимальную раскройку, сколько можно сделать варежек из определенного количества ткани, то вот математик может просчитать количество этих варежек. Их может быть огромное количество. Понятно, что эти варежки на нос часто невозможно будет одеть, но тем не менее технологическое решение будет обеспечено. Это другой взгляд, это скорее инженерный взгляд на экономику, но он в известном отношении чем-то похож на это морализаторство, потому что как бы осуждается свободный выбор людей, потому что свободный выбор людей порождает неопределенность для других людей. И главное, невозможность из центра все контролировать. Вот если бы людям запретить свободно выбирать, было бы совершенно замечательно с точки зрения инженера, стоматолога или моралиста вот в этой схеме. Но есть, конечно же, два правильных способа смотреть на экономику. То есть три первых способа – это способы, ведущие в тупик, как инженер, как стоматолог и как моралист. Но есть способ смотреть на экономику как на ветвь логики, где мы с помощью дедукции из первоначальной аксиомы выводим ряд теорем. И эти теоремы используем для того, чтобы описать то, как функционирует реальная экономика. То есть получается, что логика является основой или, лучше сказать, некоторой разновидностью тех наук, которые носят априорный характер. Априорный, значит, никак не связанный непосредственно с опытом. Чтобы разобраться в логике, чтобы разобраться в геометрии Евклида, не нужно никакой эмпирический опыт, не нужно гигантское количество треугольников рисовать, окружности и всего остального. Для этого достаточно метода изолирующей абстракции, для этого достаточно мышления. И с помощью чистого мышления можно сформулировать все основные положения геометрии Евклида, ну и, по сути дела, любой другой геометрии. То же самое касается законов формальной логики. Они также носят априорный характер. И вот таким же образом формируется экономическая теория. Экономическая теория, на самом деле, это открыл в свое время Людвиг фон Мизес, основывается на утверждении, утверждении, что человек действует. И именно это утверждение является основой экономической теории. С помощью логического инструментария, с помощью дедукции можно сформировать все понятия, в том числе связанные с денежным обращением. И таким образом деньги оказываются не неким туманным и непонятным явлением, находящимся вне нашего сознания, про которое мы ничего сказать не можем, а на самом деле деньги являются методом нашего мышления. Мы мыслим в категории деятельности, мы мыслим в категории выбора, мы мыслим в категории обмена, мы мыслим в категориях в конечном итоге денег, капитала, процентов, всех категорий, которые характерны для экономики. И это позволяет сформировать некую матрицу мышления, рационального мышления о окружающей действительности, в частности, и о деньгах. Вот если мы приучились мыслить рационально, если мы создали систему логических непротиворечивых утверждений о том, как функционирует экономика, о том, как она связана с человеческой деятельностью, то уже можно рассмотреть детально феномен денег, правильно поместив в эту корону этот бриллиант. Иначе, если вы бриллиант просто пытаетесь повесить в воздухе, он упадет и разобьется. Также из теории денег. Бессмысленно говорить о деньгах, отрывая этот феномен от всех остальных понятий экономической теории. Ну и, конечно же, раз я сказал, что экономика – это наука логическая, априорная, то надо не забывать, что хоть она и априорная, но она связана не с действием механизма, организма и не является ветвью этики, она является ветвью наук о человеческой деятельности. А человеческая деятельность радикально отличается от поведения элементарных частиц, от поведения планет, от поведения тех объектов, которые изучают естественные науки. Человеческая деятельность отличается от всего этого наличием замысла. Мы можем понимать чужую деятельность, мы можем понимать выбор. Когда мы наблюдаем другого человека, который стоит в магазине и перебирает различные товары, мы понимаем, что он совершает выбор. И способность понимать, способность за счет интроспекции понять, что такое выбор в отношении нас самих и является спецификой наукой о человеческой деятельности. Мы не можем на основе самонаблюдения сказать, почему так себя ведет элементарная частица, потому что я не могу себя представить элементарной частицей, но я могу представить себя потребителем, потому что таковым являюсь. Я могу представить себя предпринимателем, потому что я также им являюсь. Я могу представить себе, что такое выбор, что такое человеческая деятельность, потому что сам являюсь человеком. В отличие от всех остальных наук, науки о человеческой деятельности подразумевают, что мы же являемся и объектом, и субъектом исследования. В естественных науках мы являемся субъектом, мы изучаем объект, который находится вне нас. И эту специфику нужно всегда иметь в виду. К сожалению, это далеко не всегда встречается в работах тех, кто пишет о деньгах. И здесь мы сталкиваемся с одной фундаментальной проблемой. Мизес говорил о том, что, в общем-то, рыночная экономика и свободный обмен не нуждаются в апологетах и пропагандистах, таких как Дэвид Гребер или Владимир Ильич Ленин, которые пропагандируют отмену кредита или чего-то еще. Она, рыночная экономика, может приложить к себе слова эпитафии сэра Кристофера Рена в соборе святого Павла. «Ты ищешь памятник? Оглянись вокруг». Если мы действительно оглянемся вокруг, то даже то, что, возможно, кому-то покажется уродливым, вот эти трейлеры, которые вы видите на этой картинке краны, гигантские или краны, все это часть глобальной рыночной экономики, где изменение спроса в отдаленном уголке земного шара воздействует на рыночные механизмы. И товар, который произведен на другом континенте путем комбинации предпринимательских усилий, интеллектуальных усилий, накопленного капитала человечества, перемещается из одного региона в другой. На самом деле рыночный порядок является примером удивительной гармонии. Не зря Фредерик Бастиан назвал свой трактат «экономические гармонии». А если мы оглянемся по сторонам, огромное количество благ, которые нас окружают, и тот же самый интернет, и тот костюм, который мне и бабочка, которая, не знаю, понравилась вам сегодня или нет, все это элемент огромного рыночного порядка, который продолжает существовать, несмотря на все попытки государства задавить этот порядок. Но получается, что главная проблема состоит как раз-таки в глазах смотрящего. Красота, как иногда говорят в глазах смотрящего, то же самое, по всей видимости, касается и истины. У Гёте есть слова о том, что сложнее всего видеть то, что находится прямо перед нами. Видеть вещи такими, какими они являются, это довольно сложная для огромного количества людей вещь. Увидеть, что рыночный порядок порождает выгоду для огромного количества людей, что окружающая нас действительность – это не что иное, как памятник. Достаточно оглянуться по сторонам, чтобы увидеть памятник рыночной экономики в виде огромного количества благ. Все это может увидеть только, что называется, натренированный глаз. Но если для этого глаза характерна катаракта, если человек ослеп, то он не увидит этот порядок. Ему будет нечто мешать воспринять действительность такой, какой она является. И именно для этого и существует экономическая теория для того, чтобы, если угодно, поразреть, для того, чтобы увидеть гармонию и порядок в том, что многим людям кажется хаотичным нагромождением гигантского количества эгоистичных интересов. Таким образом, та самая невидимая рука рынка порождает порядок, не входивший ни в чьи планы. Именно это открыла экономическая теория. Именно это описали такие экономисты, как Людвиг фон Мизес и Фридрих Хаек. Собственно, спрос и предложение, установление рыночной цены – это один из примеров рыночного порядка, который никем не планируется, но который порождается спонтанно благодаря действию законов экономики. Как я уже говорил, великая книга Фредерика Бастиа «Что видно и чего не видно» лежит в основе сегодняшней лекции и всего курса. И главный принцип Бастиа продолжает быть актуальным и до сегодняшнего дня и позволяет понять суть корректной экономической теории. Следует обращать внимание не только на ближайшие и явные последствия наших решений, но и на отдаленные и неявные, а также на последствия не только для одной группы, но для всех групп. Обратите внимание, что так должен мыслить хороший экономист, как его называет Бастиа. Но те, кто думают о краткосрочном периоде только для определенных групп, являются плохими экономистами. Ну и Гребер, очевидно, является примером такого плохого экономиста. Казалось бы, это не так страшно, ведь Гребер – это такая популярная литература какого-то фрика, который, в общем-то, даже не является экономистом. Но, как мы увидим в дальнейшем, к сожалению, для подавляющего большинства экономистов и в прошлом, и в настоящем характерно игнорирование вот этого главного урока экономики. Они не думают о долгосрочных последствиях, и они концентрируют внимание на определенной группе, и ее интересам и служат то ли производителям, то ли потребителям, то, например, они полностью концентрируются на проблеме неравенства или на проблеме экологии, забывая обо всех остальных проблемах. Именно вот такой памфлетный вариант характерен для до научного периода экономической мысли. В этом смысле главное отличие корректной экономической теории от ошибочной состоит в том, что мы должны четко понимать, чем именно мы жертвуем. О долгосрочных последствиях нужно думать. Вы, наверное, знаете знаменитые слова Кейнса о том, что «in the long run we are all dead». В долгосрочном периоде мы все мертвы, и не надо думать о долгосрочных последствиях сегодняшних краткосрочных проблем. Вот сейчас у нас существует проблема дефицита бюджета. «Если мы напечатаем большее количество денег или увеличим государственные расходы, мы создадим рабочие места. То, что произойдет в долгосрочном периоде, мы не должны это брать во внимание». Кейнс формулировал эту идею в 30-е годы прошлого века, во время Великой депрессии. Ошибочно считается, что именно такая политика вывела Америку из Великой депрессии. На самом деле, эта политика, которую взял за основу идеи Кейнса Рузвельт, привела к тому, что депрессия продлилась больше, чем 15 лет. Но главное, не надо забывать. Конечно, существуют ситуации, когда надо сконцентрироваться на краткосрочном периоде, а потом уже переходить к другим каким-то проблемам. Иногда это действительно полезно. Но даже когда мы это делаем, нужно знать, чем мы именно рискуем, что именно мы теряем в долгосрочном периоде. Вот видите человечек, который сжигает ступеньки на своей лестнице. Здесь говорится «не сжигайте свои возможности для краткосрочного комфорта». В общем-то, любой из нас может «открыть» такую прекрасную новацию или идею, что можно отопить помещение путем своей мебели. В принципе, если вы не думаете о долгосрочном периоде, то это прекрасное решение. Но вам, по всей видимости, лучше знать, благодаря совету грамотных экономистов, что это решение приведет в долгосрочном периоде к тому, что у вас не будет возможности для того, чтобы хранить свою одежду и многие другие вещи. Более того, мебель быстро закончится. Так что это не самое подходящее средство. Или, например, если вы решили, что главное, не думая о долгосрочном периоде, получать удовольствие сейчас, это, например, потребление наркотиков или проедание того капитала, который у вас есть. Опять же, вы можете не думать о долгосрочных последствиях, но они все равно наступят. И задача экономиста их также предоставить в качестве имеющейся информации. Потому что это приведет к увеличению долгов, к разрушению здоровья и к тому, что вы просто раньше умрете. Поэтому если в верх мудрости экономической теории не думать о долгосрочных последствиях, это на самом деле не экономическая теория, а просто-напросто такая обывательская идеология до научного периода экономики. Тогда действительно считалось, что можно не думать о стратегии своей жизни. Поэтому важно действительно анализировать последствия для всех групп и во всех периодах – в краткосрочном периоде, в среднесрочном периоде, в долгосрочном периоде. То же самое касается денег. Можно увеличить количество денег. Это приведет к чему? К тому, что каждый может пойти потратить эти деньги, дать рабочим большую заработную плату, потребить большее количество благ на рынке. Все будут счастливы. Но это в краткосрочном периоде. А в долгосрочном периоде это приведет к тому, что произойдет рост цен. И так как имеющегося запаса благ недостаточно для того, чтобы реализовать все запланированные людьми цепочки, то огромное количество их проектов, в том числе бизнес-проектов, потерпит крах. То есть на самом деле, если вы сжигаете свои ступеньки, то в какой-то момент времени вы действительно окажетесь неспособными перелезть с помощью этой лестницы через стену. То есть вы лишаете себя в конечном итоге свободы и будущих перспектив, если вы последовательно реализуете политику шоттермизма. Так вот, Бастиа придумал, как мне кажется, очень удобный и универсальный способ размышления об экономике. Это пример, хорошо известный всем экономистам с разбитым стеклом. В книге «Что видно и чего не видно» он рассказывает о неком простом французе, французе Жак Баном, сын которого разбивает стекло в цветочном магазине. Он бросает в камень, в это стекло. Прохожие пытаются каким-то образом успокоить, угомонить недовольного отца, что не все к худшему, что бы ни делалось, что в конечном итоге к лучшему. В конце концов, замена стекла дождь работу стекольщику. Тот, в свою очередь, потратит деньги на то, чтобы купить цветы своей жене. А цветочница потратит полученные деньги на то, чтобы приобрести своего мужу обувь и так далее. То есть получается, что хотя разбитое стекло это вроде бы как не есть хорошая новость для Жака Банома, потому что за сына придется платить, но благодаря его расходам экономика Франции будет процветать. И продолжая эту логику, можно было бы сказать, что чем больше будет разбитых стекол, чем больше будет разрухи, тем быстрее будет развиваться экономика. Если вы подумаете, что это в чистом виде софизм, то вы будете, с одной стороны, правы, а с другой стороны, неправы. Да, конечно, здесь содержится экономическая ошибка, и об этом я скажу, но при этом вы неправы в том смысле, что это сейчас считается заблуждением. Наоборот, современная экономическая теория на макроуровне посчитает, что увеличение государственных расходов, в том числе на военные действия, являются инструментом стимулирования так называемого ВВП, волового внутреннего продукта. Поэтому через эффект мультипликатора, при увеличении предельной склонности к потреблению и при росте государственных расходов, вы получите более высокий равновесный уровень выпуска, более высокий уровень ВВП. Поэтому чем больше люди тратят денег, тем лучше. Это то, что видно. А что же не видно? А не видно альтернатива, которая была бы, если бы Жак Баном не столкнулся с тем, что его сын разбил стекло. К сожалению, такой альтернативы у него не было. Он не мог ее не разбить. Это сделал его сын. Но мы, как наблюдатели, должны это сделать. Потому что если бы это стекло не было разбито, то Жак Баном мог бы потратить свои франки. В данном случае мы переводим все на доллары, как на более понятную нынешнюю валюту. Франков уже давно нет. И логика оказывается той же самой. Человек бы потратил вместо того, чтобы покупать стекло для магазина на себе, на туфли. Туфли продавец, продав, получил бы деньги, мог бы потратить также на цветы. Дальше деньги пошли к стекольщику. И таким образом мы получили бы, что если бы не был брошен камень в это окно, то мы получили бы тот же самый эффект. И у нас оказалось бы на 500 долларов больше, чем если бы реализовался вариант с разбитым стеклом. Опять же, обратите внимание. Здесь нужно обращать внимание не только на то, что видно, но и на то, чего не видно. Если мы принимаем во внимание то, чего не видно, то оказывается, что первоначальная идея «давайте бросать камни в окна» оказывается неверной. На самом деле гигантское количество экономических ошибок держится именно на том, что люди не хотят чего-то видеть. Они могут просто не знать, что это есть, не обращать внимания. Они могут сознательно закрывать глаза. Такая сознательная слепота. Ну и в частности я говорил о том, к чему приведет увеличение количества денег, если их будет печатать Центральный банк. Увеличение количества денег приведет к увеличению трат, но на самом деле в долгосрочном периоде, так как ресурсов не становится больше, просто-напросто вырастут цену и на стекло, и на цветы, и на все остальное. Если же не организовывать инфляцию, то деньги также будут тратиться, и реальное количество благ окажется тем же самым, плюс не будет действовать эффект перераспределения от тех, кто далек от Центрального банка, тем, кто близок. Соответственно, чем больше Центральный банк печатает денег, тем больше богатеют те, кто приближены к власти, и тем больше беднеет простой народ. Так действует механизм инфляции. Поэтому нужно обращать внимание не только на то, что видно, но и на то, что не видно. Или, например, когда мы поддерживаем определенного собственного производителя от иностранной конкуренции. Мы обращаем внимание на то, что видно. Например, увеличивается спрос на, скажем, отечественный автопром. А что не видно? А не видно, что значительно увеличиваются цены на этот автопром. Люди вынуждены тратить на более дорогие, менее качественные машины. Снижается их возможность приобретать то, что было бы, если бы цены остались на более низком уровне. Иначе говоря, мы видим, что в результате деятельности протекционистской политики выигрывает определенная группа за счет другой, других отраслей. Но мы не видим их, потому что они не смогли получить эти деньги. А деньги были потрачены, что называется, на более дорогие автомобили. Можно представить себе это следующим образом. Если высокопоставленный чиновник или политик выходит к дверям завода для того, чтобы перерезать ленточку, то получится хорошая фотография. Вот есть чиновник, вот есть завод. Государство построило здесь завод. И он таким образом сделал вклад в экономику. Это то, что видно. А чего не видно? А видно, что этот завод был построен за счет определенных средств. Откуда государство взяло эти средства? Один из основных источников – это, конечно же, налоги. А налоги были изъяты у кого? У других людей. А вот что, если бы эти налоги государство не изъяло, а оставило бы в руках тех самых людей, которые их вынуждены были отдать государству? В результате появился бы другой завод, потому что у людей было бы больше денег. Это было бы у каждого, если бы по 500 долларов, а на всю экономику это было бы миллионы или миллиарды долларов. И, соответственно, этот завод производил бы другую продукцию, более дешевую, более качественную. Но что мы видим? Мы видим завод, где чиновник перерезает ленточку, но мы не видим, чтобы этот же чиновник выходил в пустое поле, разводил руками и говорил бы, а вот здесь могло бы быть построено 10 заводов на те деньги, которые были потрачены на один завод, который мы сегодня открыли. Получается, что если мы будем учитывать и что видно, и чего не видно, то может выясниться, что мы лишились 10 заводов для того, чтобы получить один. И если мы видим всю картину в целом, то оказывается, что нужен ли нам этот такой завод? Не в том смысле, что он нам не нужен, а в том смысле, что таким путем, возможно, не следовало бы его и строить. Поэтому, когда экономисты призывают обращать внимание на то, что не видно, они говорят всегда об альтернативных издержках, о упущенной выгоде, о том пути, который был нереализован. А огромное количество прожектеров, когда они предлагают сделать нулевой процент, понизить процентную ставку, увеличить денежную массу, заменить деньги записями или чем-то еще, или даже полностью отменить долги, они фактически обращают внимание только на то, что видно. И все остальное они не хотят анализировать, потому что это и есть экономический взгляд на вещи. Гребер и его последователи, они в принципе считают, что мыслить экономически, это означает мыслить неолиберально. Мыслить неолиберально, это означает мыслить в категориях того, что человек – это раб, и каждый может получить свою стоимость на рынке. А вот с этой логикой он считает, необходимо бороться как? Просто-напросто не обращая внимания на то, чего не видно. Поэтому книга Бастиа является выдающимся вкладом. Особенно я бы хотел обратить внимание в связи с нашим курсом на небольшую работу. Она, к сожалению, существует только вот в этой толстой книге, порядка тысячи страниц, и она с 2006 года не переиздавалась. Книга называется «Экономические гармонии избранные», и там есть глава «Проклятые деньги», а диалог между сторонником и противником денег. И Бастиа, как всегда, в своей удивительной манере публициста, но публициста, который мыслит лучше, чем всякий автор трактата, показывает, к чему приводит логика того, кто кричит о том, что деньги являются проклятием и пытаются развести деньги и богатства, которые не надо путать друг с другом. Вот если отменить деньги, тогда богатство станет гораздо больше, считает противник денег. Один из тех, кто участвует в споре. Вообще книги Бастиа являются квинтенсенцией экономической мудрости до сегодняшнего дня и дадут гораздо больше, чем прочтение какого-нибудь трактата а-ля трактат Гребера или современной книги по ММТ или того же самого Георга КНАПа, хотя его, конечно, тоже надо прочитать. Но почему так происходит? Почему огромное количество людей, тем не менее, мыслят в краткосрочном периоде и мыслят узко? Все дело в том, говорит Мизус, что в сфере идей господствует монополия. Я уже говорил в самом начале сегодняшней лекции, что стремление захватить телеграф или стремление в современном мире захватить университеты или захватить средства массовой информации – это очень важно для противников капитализма и рынка. Вот что об этом говорил Мизус. Многие современных университетов превратились в инкубаторы социализма. Не столько за счет условий, сложившихся на факультетах экономической теории, хотя там тоже все плохо, сколько благодаря учениям, преподаваемым на других факультетах. На экономических факультетах еще можно обнаружить отдельных экономистов и даже преподавателей других специальностей, которые могут быть знакомы с некоторыми возражениями, выдвигающимися против осуществимости социализма. Ну вот Гребер фактически предлагает путь анархосоциализма. Совсем другое дело преподаватели философии, истории, литературы, социологии и политической науки. Даже те, кто страстно критикует марксизм за его материализм и атеизм, находятся под влиянием идей, разработанных в манифесте коммунистической партии и программе коммунистического интернационала. Они объясняют депрессии, массовую безработицу, инфляцию, войну и бедность как зло, неизбежно свойственное капитализму. И намекают, что эти явления могут исчезнуть только, когда капитализм закончится. Вот, собственно говоря, если университеты такую формируют повестку, то нет ничего удивительного в том, что политики берут именно эти идеи. И, как мне кажется, ключевая идея не только Мизеса, но и сегодняшней лекции состояла в том, что невозможно узкие вопросы внутри экономической теории рассматривать изолировано. Экономическая теория, говорил Мизес, не допускает деления на специализированные отрасли. И это как раз противоречит стремлению, которое совершает академия сегодня, все более скатывающаяся к социализму. Потому что академия нуждается в увеличении штата. Профессоров должно быть много, много департаментов. Они должны чем-то заниматься. Они должны иметь свои лаборатории. У них должны быть свои дорогостоящие инструменты измерения. Все это должно быть наукообразно, чтобы выделялось большее количество грантов, в том числе от государственных департаментов. А по существу-то как раз-таки экономическая теория не позволяет, чтобы ее изолировали, как того самого слона, где если вы отдельно будете изучать хвост слона, ноги слона, хобот и ухо, то вы совершенно не поймете, что такое слон. Вам нужно иметь целостную картину. Экономическая теория всегда наука единая. Она не допускает специализации. Она неизменно имеет дело со взаимосвязанностью всех феноменов деятельности. Каталактические, то есть основанные на обмене, проблемы не будут заметны, если рассматривать каждую отрасль производства по отдельности. Вот как я уже говорил, и с регулированием процента, и денег можно просто не заметить, к чему это все приведет, если вы изолируете эту предметную область из всей экономической теории. Невозможно изучать труд и заработную плату, не изучая косвенные цены на товары. Действительно, вы можете искусственно, например, увеличить заработную плату. Как это можно сделать? Ну, принять закон, требующий платить высокую заработную плату. В конце концов, вот простая логика рабочего. Почему государство не защищает рабочий класс? Она должна принять более высокие ставки заработной платы, как единственно допустимые законодательно. И если абстрагироваться от всех экономических законов, сконцентрироваться только на таком узком сегменте, мне кажется, это логичным. Но проблема состоит в том, что все взаимосвязано в экономике. Если даже вы это сделаете, то есть даже если вы заставите, например, работодателей платить в 10 раз больше заработную плату, то понятно, что отчасти это будет невозможно, потому что людей поувольняют, отчасти это будет обходиться. Но главное, даже в той степени, в какой это приведет к какому-то эффекту, это приведет к увеличению цен на готовую продукцию. Следовательно, если вы будете регулировать номинальные ставки заработной платы, но при этом не будете регулировать цены на предметы потребления, то вы очень быстро выясните, что изолировав экономику труда от экономической теории, вы получаете ложные силогизмы, которые никуда не ведут. У вас оказывается, что можно принять закон, требующий повышения ставки заработной платы, но на самом деле это не будет приводить к реальному росту покупательной способности рабочего класса, потому что это будет лишь приводить к увеличению стоимости жизни, и реальная заработная плата останется на том же самом уровне, если не станет ниже из-за снижения эффективности размещения ресурсов. Поэтому нельзя изолировать, не труд, какие-то другие вещи из целостной картины. То же самое касается процентных ставок. Вы можете искусственно их попытаться понизить, но когда вы их понижаете, вы порождаете экономические циклы, запускаете цепочки производства, которые в какой-то момент времени схлопнутся. Поэтому здесь также нужно смотреть на всю картину в целом. Прибыль и убытки, деньги и кредит, все остальные крупные проблемы. Особенно, я бы сказал, деньги и кредит. Их особенно нельзя изолировать из экономической логики. Но именно это совершается в огромном количестве трактатов. Они пишутся как памфлеты для того, чтобы какую-то локальную проблему решить. В курсе экономики труда нельзя даже просто коснуться реальных проблем заработной платы. Не существует ни экономики труда, ни экономики сельского хозяйства. Есть только логический последовательный корпус знаний экономической теории. Именно такой взгляд позволяет правильно смотреть на вещи и прийти к той картине, которую нам только что и предложили. Что, собственно говоря, если вы видите собор, ты ищешь памятник, оглянись вокруг. Ты ищешь порядок в рыночной экономике, разберись в том, что такое экономика. Экономическая теория. Тот же самый Мизес говорил о истории. Видный историк как-то заявил, что психологическое и образовательное значение докторской диссертации, Ph.D., состоит в том, что она дает автору чувство гордости за то, что в области знания есть небольшой уголок, хоть и очень маленький, где он является непревзойденным специалистом. Вот, к сожалению или к радости, это совершенно невозможно в экономике, в экономической теории. Очевидно, что это неосуществимы в диссертациях, посвященных экономическому анализу. В системе экономической мысли таких изолированных уголков не существует. Невозможно написать корректную историю, как не пытались в свое время представители исторической школы, история цен на консервы в Восточном Берлине в 1905 году, потому что это на самом деле может быть осуществлено только если у вас есть определенная экономическая логика, экономическая теория, интерпретирующая факты истории. И это уже просто-напросто означает, что даже в такой, казалось бы, узкой области вам нельзя абстрагироваться от законов экономики и законов логики. В одно и то же время никогда не жило более двух десятков человек, чьи работы внесли что-либо существенное в экономическую науку. Это важно с точки зрения того, о чем мы с вами говорим. Потому что сейчас во всех университетах выпускается каждый год гигантское количество экономистов, которые в дальнейшем отчасти идут в том числе заниматься научной деятельностью. Но как и выдающихся гениев в сфере искусства или высокой теории появляются всегда единицы, так же и экономистов нельзя готовить массово. Массовое производство гениев никто еще не смог осуществить, как не мечтали об этом социалисты. Это означает, что вместо продуманной и корректной экономической теории появляется экономика на потребу дня, которая характеризуется сегментированностью, которая характеризуется шоттернизмом, которая характеризуется тем, что главный заказчик этого знания – это государство, которому нужны диссертации, объясняющие, как что-то лучше регулировать или просто регулировать. Так было не всегда. Первые экономисты, включая Бастиа, о котором я говорил, посвятили себя изучению экономической теории. Они читали лекции, издавали книги, и главная их задача состояла в том, чтобы довести до граждан, до сограждан результаты своих мыслей. То есть они были публичными экономистами, они не боялись этого слова, они не пытались забросить публику понятиями, которые предлагает КНАП – галогенные, автогенные, ортотипические, металлопластические, неплактические деньги – понятия, которые совершенно искусственно конструируются и никуда не ведут. Явно, что такая терминология нужна для не просвещения граждан, а для, наоборот, их ослепления. И это происходит именно тогда, когда экономисты становятся профессионалами. У них появляется своя особая профессиональная этика, свой кодекс, свои научные стандарты. Они уже работают не на публику, не для того, чтобы их понимали, не для того, чтобы их читали, а для того, чтобы экономисты читали экономистов. И дальше оценивали, насколько те или иные труды носят научный характер. Дальше появляется Нобелевская премия, и наука не только жестко специализируется, она, по сути дела, превращается в ветвь интервенционизма. Учение о государственном регулировании экономики. Профессиональный экономист сегодня – это специалист, который разрабатывает различные меры государственного вмешательства в производство. Но не только в производство, в финансовую сферу, денежное обращение. Там даже больше сторонников интервенционизма. Он является экспертом в сфере экономического законодательства, которое сегодня неизменно направлено на создание препятствий на пути действия рыночной экономики. Очевидно, что с этим нужно что-то делать. И если мы хотим менять ситуацию, нужно совершить своего рода приватизацию экономической теории. Потому что, пожалуй, главное, что национализировало государство в 20 веке – это была даже не промышленность и командные высоты. Это даже не университеты, а именно экономическое знание. Потому что экономическое знание фактически оказалось вотчиной государства. И если мы хотим каких-то перемен к лучшему, то нужно совершить те перемены, которые позволят экономистам свое знание нести не таким же экономистам, экспертам, а прежде всего публике – предпринимателям, домохозяйкам, людям, которые просто-напросто хотят жить свободно и хотят жить в достатке. Именно к таким людям и должна обращаться экономическая теория. Но я уже сказал, что красота и истина в глазах смотрящего. И для того, чтобы увидеть истину, какой она является, нужно избавиться от того, что можно назвать эпистемологическими барьерами. Барьерами, которые мешают воспринять экономическую логику. И здесь мы переходим к пункту о том, почему не хотят видеть. В свое время еще средневековый мыслитель Роджер Бекон в XIII веке сформулировал то, что называется идолами познания. Кстати, удивительным образом через несколько веков тоже английский мыслитель Фрэнсис Бекон, то есть тоже Бекон, но только Фрэнсис, также сформулировал идею о том, что мешают познанию истин. Их часто путают, но на самом деле это два разных мыслителя, и они содержатся в разных трактатах. Как вы видите, даже в XIII веке уже схоласты прекрасно понимали, что необходимо для того, чтобы создать корректную философию, корректную теорию познания. Фрэнсис Бекон только в XVI веке предложил это реализовывать в Европе. На самом деле уже в эпоху схоластики были те методы познания, которые позволяют сформировать в частности корректную экономическую теорию. Она, кстати, именно в этот период и стала создаваться в Италии, в Испании именно представителями высокой схоластики, а позже и иезуитами. Так вот, Роджер Бекон в своем опус «Магнум» или «Майус» в главном произведении перечисляет препятствия для постижения истины. Они в случае экономики также очень важны. Что же это за препятствия с его точки зрения? Их всего четыре. Это пример ненадежного и недостойного авторитета, это устойчивость обычая, это мнение необразованной толпы, это сокрытие собственного невежества под видимостью мудрости. Именно эти четыре идолопознания мешают в том числе экономистам, что называется, обращать внимание не только на то, что видно, но и на то, чего не видно. Потому что если мы будем обращать на то, чего не видно, то такие концепции, как концепция Гребера, концепция Кейнса, концепция Маркса, по сути дела, все антирыночные концепции рушатся. Но чтобы это разрушение произошло, нужно человеку совершить такой интеллектуальный поступок, состоящий в том, чтобы обратить внимание на то, что не видно. Почему же это не делают? Почему закрывают глаза, даже когда им показывают эти факты? Ну, первая причина с точки зрения Роджера Бекона – это идол авторитета. То есть, если есть начальник, старший начальник, в конце концов, если есть родители, которые оплачивают, например, образование и определяют карьеру своего чада, то они, может быть, не являются во всем моральными авторитетами, но в карьере, в будущей судьбе они, несомненно, играют особую роль. Поэтому человеку просто-напросто невыгодно сбрасывать памятники, которые были авторитетными для него в прошлом и переходить к картине мира, которая противоречит его авторитетам. То есть вера в авторитеты – Маркс, Кейнс, Фридман и так далее, фактически мешает воспринять реальность, какая она есть. Потому что на самом деле теорию можно опровергнуть только путем некоторых аргументов, а не путем отсылки к тем или иным авторитетам. Хотя я сегодня часто ссылаюсь и на Мизоса, и на Бастиа, на самом деле я вовсе не считаю их непререкаемыми авторитетами. И лишь потому что уважаю вклад экономистов, совершенный в прошлом, я их цитирую. Есть огромное количество высказываний у того же самого Бастиа, у него ошибочная теория ценностей, или, например, в ранних трактатах Мизоса по поводу денежно-кредитной политики, которые я считаю ошибочными. То есть на самом деле даже те люди, которые для меня, например, авторитетны, они не являются априори убеждающими меня. Каждая идея должна пройти через интеллект, через разум, и только тогда она принимается или, наоборот, отвергается. Соответственно, если человек не хочет читать неолибералов, потому что они просто-напросто неолибералы, он не хочет ознакомиться с этими идеями, потому что у него другие авторитеты, то на самом деле это не что иное, как идол познания. Другой идол познания – это обычай. Соответственно, если сложился обычай изучать микроэкономику, макроэкономику, если сложился обычай государственного регулирования, то так просто взять и от всего этого отказаться. Согласитесь, для многих людей это слишком смелый шаг. Соответственно, если существует вот эта инерция, как Горбачев говорил, инерция мышления, то это, очевидно, будет мешать людям воспринять тот самый экономический порядок, который их окружает. Они будут везде видеть хаос, с которым должно бороться государство. Мнение необразованной толпы – это колоссально важный фактор. Пожалуй, даже важнее, чем авторитеты, которые сейчас в основном в университетах, конечно же, все интервенционисты, и важнее обычая, потому что обычай тоже можно пересмотреть. Сейчас люди идут, что называется, за хайпом, за толпой. Если что-то популярно, если тебе рукоплещут, то это означает, что ты, если хочешь разобраться в том, как все устроено на самом деле, должен идти против мнения толпы, против мнения большинства. Это означает некоторый характер, стержень и убежденность в том, что есть вещи, которые являются правильными вне зависимости от того, сколько людей эти вещи одобряют. А огромное количество людей просто боятся пойти наперекор мнению толпы окружающих людей. И это общее свойство гигантского количества людей и коллективов. Ну и, наконец, еще один идол познания – это наше собственное невежество, сокрытие собственного невежества под видимостью мудрости. То есть человек, например, может быть, ему не нравится Мизос, он никогда не скажет о том, что он его не читал, но он скажет о том, что Мизос устарел, или Мизос маргинал, или Мизос еврей, или еще что-нибудь в этом роде. И тем самым прикроет свое невежество видимой мудростью. А на самом деле совершенно не важно, кем был Мизос, и совершенно не важно, что он думает, маргинал он или не маргинал. А важным является, может ли его противник опровергнуть принципы проксиологии и каталактики, и что в этих категориях является ложным. Может ли он, и если может, то как отвергнуть тезис о существовании человеческой деятельности? Может ли он отвергнуть тезис о том, что из этого логическим путем можно вывести остальные категории? Если все это он может сделать, тогда давайте предоставим его слово. Если же он всего лишь дает оценочное осуждение всем книгам и всем произведениям Мизоса, то на самом деле это действительно по Роджеру Бекону сокрытие собственного невежества под видимостью мудрости. Как вы понимаете, в социальных сетях все это просто-напросто господствует. Мнение авторитета недостойного, устойчивость обычая, так всегда было, так всегда будет, необразованная толпа, которая лайкает именно то, что обращается к самому низмену. И, конечно же, никто не хочет признавать своего собственного невежества. Его хочется прикрыть маской мудрого знатока. Фрэнсис Бекон через несколько веков сформулировал это в виде идолов Рода, идолы пещеры, идолы площади, идолы театра. То есть над нами как бы висит условный идол, идол Рода, который заставляет нас вести себя, как все остальные представители Рода, идол пещеры. Мы смотрим на мир из определенной точки. Если мы находимся в этой пещере слева, а не справа объекта, то смотрим на это, исходя из, например, своих партийных интересов. Я смотрю, что в социальных сетях огромное количество людей готовы кого-то ахаять, готовы низвергнуть и оплевать только потому, что этот человек является врагом определенной идеологии. То есть если, например, сторонник марксизма говорит, а вот это неолиберал, то дальше уже тот, кто услышал этот диагноз, будет оскорблять жертву без всякого снисхождения и без попытки разобраться. Это идол пещеры, когда человек из своего угла смотрит и не видит мир, каким он является, не хочет выйти из этой пещеры, как тот самый Платон, который думал, что ему далась истина. В конечном итоге нужно скорее не просто вывести других людей из пещеры, а самому смотреть за логикой. Это идолы площади, та самая толпа, которая влияет на нас, и идолы театра, желание успеха, желание иметь определенный академический и прочий успех. Поэтому экономическая теория – это действительно сложно устроенная система, и в ней необходима логика, в частности, когда мы говорим о деньгах. Давайте я постараюсь кратко продемонстрировать эту логику. Так как в следующий понедельник у нас не будет лекции, позвольте мне немножко дольше сегодня говорить, тем более сегодня первое занятие. Итак, можно представить себе экономическую теорию как пирамиду, находящуюся на одной из своих вершин. И, соответственно, она развивается как своего рода дерево из зерна, как растение из зерна, как дуб из желудя. Соответственно, мы можем представить себе в качестве этого желудя аксиому деятельности или то, что Мизес называл утверждением о том, что человек действует, если мы признаем истинность этого факта, а было бы странно это отвергать, что человек действует, то мы должны... Так, почему-то... А, вот. То мы должны прийти к выводу о том, что действуя человек совершает выбор из альтернатив. Потому что если не существует альтернатив, то это не является деятельностью. Деятельность как минимум подразумевает две альтернативы. Даже если их больше, то все сводится к осуществленному выбору и к тому, от чего человек отказывается. То есть человек выбирает то, что ценит больше, и это приносит ему пользу, и он отказывается от того, что ценит меньше. И это своего рода его потери или издержки, носящие, как вы видите, субъективный характер. И разница между тем, что человек получает, и тем, что он теряет, можно назвать проксиологической прибылью. То есть прибылью, связанной с человеческой деятельностью, не выражающейся в количестве денег. Соответственно, вот вы, например, сейчас слушаете лекцию по экономической теории в рамках курса «Денежный поток». Следовательно, вы выбрали именно такой вариант поведения. Отказались от другого варианта, который у вас был. Возможно, вы могли бы сегодня или сейчас пойти играть в футбол, прогуляться с собакой или пойти в театр, или почитать какую-то книжку. А вы сейчас решили, соответственно, послушать эту лекцию. Вы выбираете то, что цените больше, это логично, но вы от чего-то отказываетесь. Не существует выбора без отказа. Этот тезис всегда нужно держать в голове, потому что огромное количество нынешних экономистов просто-напросто забывают о том, что, во-первых, существуют субъективные издержки, а во-вторых, что эти субъективные издержки несопоставимы у разных индивидов. И если они несопоставимы, то все калькуляции какого-то общего выигрыша, общей полезности, совокупных издержек, они на самом деле бессмысленны. Потому что только отдельный человек может совершать выбор, исходя из того, что он ценит больше и жертвуя ради тем, что он ценит меньше. То есть любое действие фактически приносит выигрыш. Что из этого следует? Из этого следует, что если изолированный индивид предпочитает один вариант действия другому, то он получает проксиологическую прибыль. Но если человек взаимодействует с другими людьми, то их взаимный выигрыш возможен только в том случае, если они добровольно обмениваются своими благами. Если я ценю больше то, что вы мне даете, чем то, от чего отказываюсь я, и вы то же самое по отношению ко мне, то тогда возможен выигрыш win-win. Соответственно, именно взаимный выигрыш характерен для рыночной экономики. Добровольный обмен порождает взаимный выигрыш. И когда мы обмениваемся друг с другом различными благами, из этого с неизбежностью будет рождаться потребность в неком средстве обмена для упрощения взаимодействия друг с другом. И тот товар или то благо, которое будет выполнять функцию универсального средства обмена, становится неизбежно деньгами. Поэтому деньгами были и шкурки, и слоновая кость, и мамонтовая кость, и сигареты, и алкоголь, и ракушки каурии, и скот. Что только не было исторически и деньгами. Задолго до того, как государство придумало платежные системы. Хотя Гребер и многие другие считают, что Бартер – это миф, которого никогда не существовало, потому что никаких документальных свидетельств Бартера нет. Но это примерно то же самое, как говорить о том, что не было динозавров или не было большого взрыва, потому что ни один чиновник не зарегистрировал пробегающего мимо динозавра, и ни один чиновник не зарегистрировал большой взрыв, после которого все началось. Для таких людей, как Гребер, существует только то, что написано в законах. Даже если в законе будет написано, что скорость звука больше, чем скорость света, он скажет, так написано в законе, значит, так оно и есть. Если Каллигула вводит в сенат коня, значит, это сенатор. Считает так называемый правовой позитивист. Сторонник теории Георга Кнапа. На самом деле средства обмена существовали задолго до того, и это показывает в том числе антропологические исследования, когда государство стало пытаться навязать определенной группе людей платежи в виде налогов, и тогда они придумывают платежную систему. Платежная система действительно может полностью уничтожить добровольный обмен. Свободное общество подразумевает возможность использования в качестве денег любого средства обмена, в том числе того, который не дается государству. Из существования денег вытекает важная теорема о том, что раз люди согласны в качестве средства обмена использовать какое-то благо, то общее свойство всех благ также переносится и на деньги. То есть ценность денег определяется так же, как и всех других благ, полезностью этого блага. Следовательно, только нечто, обладающее неденежными функциями, может стать деньгами. Если государство говорит, что вот есть приказ, и поэтому считаете эту бумажку эквивалентом в стоимости быка, то на самом деле оно не создает деньги, а оно создает приказ. И единственное, почему этот приказ соблюдается, это в результате насилия. Если описать корректное возникновение денег, то на самом деле бык может стать деньгами именно благодаря тому, что он может использоваться не только в качестве средства обмена, но и по непосредственному назначению, как скотт. Поэтому деньги возникают первоначально из человеческой деятельности. Вот таким вот образом мы можем промыслить все основные категории человеческой деятельности. Конечно, на этом все не заканчивается, только начинается. Но тем не менее мы видим с вами, что экономическая логика начинается с простого утверждения и дальше развивается путем дедукции с опорой только на логику. Потому что, например, утверждение о том, что прибыль является денежным выражением разницы между выручкой и затратами, фактически является ничем иным, как дедукция из утверждения о том, что добровольный обмен порождает взаимный выигрыш. Потому что если люди обмениваются друг с другом, и если в результате этого обмена денежное выражение характеризуется тем, что выручка в денежном эквиваленте больше, чем затраты также в деньгах, то эта разница носит уже каталактическую прибыль. Прибыль, которая измеряется в деньгах. Обычно именно об этом экономисты и говорят. Но, в общем, это мало отличается от проксиологической прибыли, которая не носит денежного характера. Тем не менее, узкий взгляд на экономику, он фактически близок к тому, что было до эпохи возникновения фундаментальных трактатов по экономике. Самые первые трактаты – это, конечно же, эпоха схоластики, Саламангская школа. Они пытались осветить всю экономику как единое целое. Но было в то же самое время огромное количество литературы чисто меркантилистской. Меркантилисты писали трактаты на злобу дня. Прежде всего, их интересовало получение привилегии в той или иной области. Позвольте мне зачитать один из этих трактатов, который был написан в эпоху меркантилизма в 17 веке английским анонимом. Вот он писал к королю следующую записку. Она называлась «Памфлет с понятной целью». Все они, иностранные производители, стремятся сбить цену на сукно и заставить нас нести все расходы. Каждый обыкновенный суконщик дает работу многим сотням бедняков, то есть это лоббист интересов суконщика, которому не нравится иностранный конкурент. Вот что он просит у правительства. Если бы суконщик был освобожден от гнета, перевозок и торговой монополии странствующих купцов, то есть если бы странствующие купцы иностранные не привозили бы свой товар, все было бы совершенно замечательно. То, что легко можно было бы осуществить. Что нужно для этого делать? Во-первых, нужно заставить, чтобы сырье и материалы были только внутри страны, чтобы их нельзя было вывозить, и чтобы все иностранцы, которые приплывают, видите, тратили деньги свои на покупку местных товаров. И вот если государство услышит просьбу этого автора памфлета, то суконщик, имеется в виду, конечно, он сам охотно согласился бы платить налог за каждый кусок сукна в 6 шиллингов и 8 пенсов. Видите, здесь даже такой своеобразный торг происходит, административный, вы нам, значит, ограничение конкуренции, чтобы иностранцы с нами не конкурировали, а мы в обмен вам, соответственно, налоги. Его величество будет получать, помимо укрепления государства вследствие роста торговли, 100 тысяч фунтов стерлингов и больше. Видите, даже уже какая-то конкретная сумма вырисовывается, на которую может подписаться правитель. Это было бы подходящим и необходимым мероприятием, совмещающим выгоды его величества с общим благосостоянием. Соперничающим с прежними мероприятиями. Если будет признано, что мной упущено объяснение пути, как эти деньги могут быть получены, то пусть знают, что это отложено до того, как станет известно, что благоволение его величества будет им уделено любящим и преданным долгу лицам, которые для блага его величества и его страны изложили это выгодное средство и в настоящее время покорно умоляют его величество соблаговолить про честь и сохранить в тайне этот трактат. Ну, конечно, это никакой не трактат, это как раз памфлет, написанный, ну, или письмо просителя, которое написано с вполне конкретной целью. Это не создание экономической науки, здесь не существует некоторой попытки связать категории друг с другом. Вот дайте нам возможность не конкурировать с иностранцами, в обмен мы будем платить вам больше денег. Вот такая простая сделка предлагается меркантилистами. И вот большая часть экономической литературы, она такой была в 17-18 веках, пока не стали писать настоящие научные трактаты. Считается, что первым таким трактатом был трактат Адама Смита. Это, с моей точки зрения, глубокое заблуждение. До Смита за несколько десятилетий был написан трактат Ричарда Кантильона в 1755 году. Но это не суть важна. Важно, что примерно в это время, в 18 веке, экономисты начинают писать трактаты. То есть они начинают переходить к некому априорному логическому рассуждению, к тому, что в дальнейшем Мизес стал называть проксиологией. Вот смотрите, памфлеты как дотеоретический этап экономики. Это, кстати говоря, памфлет против ведьм. Это было очень популярно. Приписывать ведьмам различные страшные силы и аргументировать в пользу того, что их нужно сжигать на костре. В принципе, экономисты, если их можно так назвать, в той эпохе, они делали то же самое. Они говорили, вот есть какие-то иностранные купцы, они монополисты, надо ограничить их свободу. За это мы будем платить короне большее количество денег. Так, кстати, был создан Банк Англии в 1694 году. Также Вильгельму III нужны были деньги. Банкиры сказали, дадим мы тебе деньги. В обмен он сказал, а что вы хотите? А мы хотим привилегий, чтобы только у нас было право выпускать законное платежное средство. Ну и, соответственно, сделка состоялась. Win-win. Но только это не рыночная сделка, а политическая сделка, в результате которой простые коммерсанты только проиграли. Поэтому действительно, абстрагируясь от общей ситуации, памфлеты были крайне популярным видом литературы. И надо сказать, что примерно такая же ситуация происходит последние 70 лет. Этап научной экономической теории, которая рассматривается как целый, начинается, как я уже сказал, в середине XVIII века и, наверное, заканчивается великим трактатом Мизоса 1949 года. Трактат «Человеческая деятельность». Вот справа этот трактат и изображен. А слева изображен трактат того самого автора, которого я упомянул, Ричарда Кантильона. Вы видите, что здесь посередине есть трактат Джона Стюарта Милля, по которому училось не одно поколение в Англии и во всем мире. Это, конечно же, трактат Жанна Батиста Сея. Сюда можно отнести трактат Давида Рикарда, Томаса Роберта Мальтуса и Альфреда Маршалла. То есть, на самом деле, все экономисты считали, что они должны написать такой серьезный трактат, который бы носил научный характер, то есть описывал бы все явления экономики и сводил бы их в единое целое. Тут должна быть и теория ценности, и теория денег, и теория заработной платы, и ренты, и процента, экономическая динамика, экономическая статика и так далее. То есть, нельзя какой-то вопрос в рамках экономической теории вынести из этой системы и его анализировать, не видя связь между, скажем, теорией ренты и теорией спроса и предложения. Или между теорией денег и теорией ценности. Соответственно, экономическая теория развивалась очень медленно. Чтобы написать трактат, нужно, как правило, не одно десятилетие. Иногда нужна вся жизнь, что и происходило в середине XIX века, да и в XX веке. И при этом трактаты все-таки проникали в массовое сознание и, следовательно, вот эта либеральная идея рынка распространялась. Вы, наверное, помните выдающиеся слова из Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина о том, что он ругал Фидона, Демокрита, зато читал Адама Смита. И был глубокий эконом, то есть мог судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. То есть вопрос золота, простого продукта, это Евгений Онегин изучал, ну, по крайней мере, пытался изучать на основе трактата Адама Смита. Или, хоть может быть, иная дама трактует Сея и Бентама, но вообще их разговор несносный, хоть и невинный вздор. Это тоже из Евгения Онегина про Сея и про Бентама. Обратите внимание, дамы читают автора, сторонника идеологии ЛСФР. Сегодня я уже сказал, что скорее вы увидите даму, которую читают Гребера или Пикетти. Или какого-нибудь Жижика, чем Жанна Батиста Сея или Людвига фон Мизеса. Хотя это тоже встречается, но это, конечно же, редко встречающееся удивительное благо. Вот. Поэтому можно сказать, что научный этап – это с середины XVIII века до середины XX века. И даже мейнстримщики признаются в том, что они сейчас трактаты не пишут. Вот если вы возьмете жанр авторов типа Кругмана, Стиглица, Пикетти, Гребера, то что это? Это не что иное, как возврат к теме или к формату памфлетов. То есть мы берем конкретную тему и этой темой занимаемся, как бы выдергиваем ее из контекста. Эту идеологию впервые сформулировал для экономистов Джон Мэннерд Кейнс в 30-е годы прошлого века. То есть он, по сути дела, разрушил экономическую теорию как корпус знания. Он делал это, конечно, не один, но он оказался ко двору. Собственно, он пытался тоже написать трактат о деньгах в 1930 году, но это очень противоречило его такой противоречивой личности, скажем так, и логике. А потом уже в 1936 году он написал книгу «Общая теория занятости, проценты и денег», которой не было и не могла быть единой теорией. Там, по сути дела, существует четыре логически противоречащих друг друга концепции, которые еще сверх того созданы для решения вполне прагматической задачи, а именно высокая безработица 30-х годов в Англии и в США. То есть, иначе говоря, он пишет общую теорию на основе частного случая. И получается, что действительно теория оказывается примерно следующей. Не нужно думать о долгосрочных последствиях, и можно бросать камни в окно, это будет благо. Вот несколько цитат из самого Кейнса, который предложил рассматривать экономическую теорию не как завершенную систему знаний, а как Toolbox – ящик с инструментами. Как вот слесарь берет из ящика то, что ему нужно, пассатижи, молоток, что-то еще, то также экономист приходит в экономику, берет топор и начинает под корень рубить дерево какое-то, скажем. Вот такой у него ящик с инструментами. Вот о чем мечтал Кейнс. Ах, если бы экономисты могли сделать так, чтобы в них видели скромных, почтенных людей, не хуже донтистов, ну, стоматологов, донтистов, как это было бы здорово. Ну вот пришел со своим ящиком с инструментами, наворотил, наделал, делал, ну и скромно ушел. К тебе никаких претензий. У тебя нет никакой идеологии. Да, главное для Кейнса – это такой прагматический подход. Вот четыре противолечия друг другу инструмента, принимайте их как хотите, друг за другом запивайте эти лекарства. То, что эффект какой-то будет несомненно хороший или плохой, посмотрим. Вот еще одно высказывание. Всякий раз, когда вы экономите пять шиллингов, вы лишаете одного человека его дневного заработка. То есть, опять же, в центр экономической теории помещается шоттермизм и теория, абстрагирующаяся от всех остальных аспектов. То есть, если вот вы не потратили пять долларов, пять шиллингов, неважно, какую-то сумму в магазине, то вы лишили человека заработка. На самом деле это совершенно не так. И если рассматривать связь между потреблением, сбережением, инвестициями и уровнем благосостояния, на самом деле, когда вы не тратите пять шиллингов на текущее потребление, а сберегаете, вы создаете основу для увеличения окольности производства. То есть, в конечном итоге для того, чтобы и вы, и работник стал богаче. То есть, на самом деле, вот такой узкий взгляд на потребление, что чем быстрее ты пропил заработную плату, тем лучше для экономики, он как раз абстрагируется от долгосрочного периода, что и сам призывал Кейнс. Вот что он говорил. Долгосрочная перспектива – плохой советчик в текущих делах. В долгосрочной перспективе все мы мертвы. Поэтому, если вам нужно сейчас получить максимум удовольствия, то потратьте все имеющиеся сбережения. И не думайте о том, что будет завтра, послезавтра или через год. Поэтому такой путь, он разрушил экономическую теорию как единое целое. И сейчас вы можете увидеть огромное количество популярной литературы. Она распространяется везде по всему миру. Вот некоторые лишь примеры, где с одной стороны берется какая-то яркая тема, и эту тему пытаются максимально пропихнуть. Ну вот, например, Мариана Мбуцуката. Одно время очень большое внимание уделялось ее, как считалось, провокационные книги, которая называлась «Государство-предприниматель». У нас перевели «Предпринимательское государство». Развеиваем миф о государстве и частном секторе. В общем, ключевая идея Мариана Мбуцуката состоит в том, что за всеми успешными предпринимателями стоит государственное финансирование. И именно потому, что оно стоит, все это и движется. Поэтому чем больше денег государство будет тратить на ненужные проекты, тем больше будет предпринимательство. Сейчас не будем разбирать эту теорию, потому что, опять же, если поменять ее в контекст, она приведет к абсурду при такой концепции. Другая теория там о Пикетти также выделяет некий узкий вопрос, связанный с неравенством, и делает из этого вопроса, из вопроса неравенства глобальный взгляд на весь окружающий мир. Джозеф Стиглиц пишет популярную книгу «Америка и новые экономические порядок». Конечно же, это книга о экономическом кризисе или ипотечном кризисе 2007-2009 годов. Это книга про ресурсное проклятие, которое вы видите здесь издательство Института Гайдара. Это книга «Modern Monetary Theory», современная денежная теория, очень популярная. Это книга Пола Кругмана «Выход из кризиса есть». Также объясняется то, как с помощью более высоких налогов можно лучше регулировать экономику. В чем преимущество такого подхода? Если у публики нет целостного взгляда, и экономистов такого типа никто не критикует, то можно переходить от одной пилюли к другой пилюле, понимая, что они делают организму только хуже. Например, вы, исходя из логики капитала Пикетти, стали пытаться ограничивать неравенство. Вы вызвали кризис. Дальше вы переходите к Стиглицу. То есть еще одну пилюлю заглатываете, также государственного регулирования, Стиглиц вам говорит, нужно увеличить государственные расходы, нужно увеличить денежную массу, и это приведет к соответствующему выходу из кризиса. Потом оказывается, что даже если вы вышли из кризиса, у вас высокая инфляция. И вот здесь вы переходите к следующей пилюле под названием ММТ. То есть вы, получается, знаете, как больной, который лечит какую-то болячку, а она в процессе лечения порождает другую болячку, и так он уходит из кабинета в кабинет, пока наконец на тот свет не отправится. Вот примерно такая же ситуация происходит у нас в современной экономике. Потому что, чтобы лечить, нужно иметь какую-то целостную картину, в том числе и побочных эффектов. Вот главное, о чем экономисты такого узкого взгляда не говорят, это побочные эффекты от их рекомендаций. То есть тот же самый Гребер, он уже не говорит о том, что если мы отменим долги все, то есть фактически аннулируем нынешнюю кредитную систему, мы получим, ну, в общем, гигантское снижение уровня благосостояния и цивилизации. Никто не пытается анализировать негативные аспекты своих прожектов. Получается, прожектов становится все больше, они становятся все более изощренными. Оказывается, и этого недостаточно. Оказывается, не только инфляция должна быть, но и государственное регулирование цен. Оказывается, не только государственное регулирование цен, но и национализация. Ведь государство уже и предприниматель оказывается эффективный. И не только государство должно быть предпринимателем, Она должна все концентрировать в своих руках. В общем, чем больше провалов нам демонстрирует государство, тем активнее оно стремится доказать, что не оно виновата в этих провалах, а недостаточно регулируемый рынок, который, наконец, нужно уже закрыть полностью, и тогда не будут уже никакие проблемы. Вот примерно так происходит в современной экономической теории, которая, конечно же, влияет в том числе и на вопросы денег. Отсюда появляются такие мемы, как «мы сами себе должны», «кредиты, деньги» одно и то же. Именно это главные ошибки, о которых я буду говорить на следующих лекциях. Итак, в завершении сегодняшней лекции давайте пытаемся подвести итоги, что не хотят видеть. Сегодняшняя лекция имеет такую часть подзаголовка. Не хотят видеть альтернативные издержки для других. Для себя, конечно, вообще свои собственные издержки даже чиновники не любят не замечать. Но вот для других людей можно проигнорировать чужие потери. Потери жизни, потери здоровья, потери богатства. Это, в конце концов, чужие потери. Можно их и не замечать. Не хотят думать о долгосрочных последствиях своих решений, когда регулируют денежную массу, когда регулируют процент, когда регулируют валютные курсы, когда национализируют те или иные компании, чтобы в долгосрочном периоде сказал Кейнс. Что еще не хотят видеть? Не хотят видеть субституты существующему в виде альтернативы фиатным деньгам государственным, в виде тех самых криптовалют, в виде спонтанных порядков и прочего, что позволяет сохранять еще нашу цивилизацию. Что еще не хотят видеть? Не хотят видеть взаимосвязь всех явлений. Потому что как только станет понятно, что любая панацея, связанная с урегулированием той или иной частной проблемы, порождает побочные эффекты, сразу оказывается, что желание пользоваться этим прожектом куда-то испаряется. И тогда у прожектеров не будет спроса. А им лучше, чтобы был высокий спрос. Поэтому они не предлагают видеть взаимосвязь всех явлений. Ну и, конечно же, не хотят видеть спонтанные порядки. Предполагаю, что всякий порядок подразумевает некую руку, сильную руку, которая наведет этот самый порядок. Почему же не хотят видеть? Это более важный вопрос для современного мира. Прежде всего, здесь две причины. Во-первых, невыгодно. Во-вторых, неинтересно. Кому же невыгодно и кому неинтересно? Ну, уже из сегодня сказанного понятно, что невыгодно видеть альтернативы, невыгодно обращать внимание на то, что Бастиан называл то, что не видно, чиновникам и политикам. Потому что, в конце концов, это не их издержки, а издержки других людей. Если вы пытаетесь переубедить лоббиста в том, что его лоббирование приведет к ухудшению благосостояния тех или иных групп, он просто отмахнется. Он не будет вас слушать. Он скажет, что вы сектант, вы представитель какой-то маргинальной группы, вас нечего слушать. Хотя, на самом деле, опровергнуть идеи можно только с помощью других идей. Блатмейстеры – это термин айнренд. То есть, фактически, люди, которые мечтают или на практике осуществляют выбивание блата из государственных бюджетов, либо из, соответственно, тех или иных законопроектов, которые ограничивают конкуренцию. Это, конечно же, профессора, потому что, раз они работают в этой системе, то им крайне выгодно, чтобы государство как можно больше финансировало их деятельность и не допускало какую-то другую точку зрения. Это студенты, хотя студентам очень часто все равно, но большинство, конечно же, также являются теми, кто ищет ренту. То есть, как минимум, они хотят комфортно закончить высшее заведение, получить диплом и устроиться на работу. Следовательно, они готовы принять то, что дают им их профессора. А профессора дают, прежде всего, интервенционистскую, полусоциалистическую идеологию, которую большинство студентов готовы принять. Конечно, не все. Ну и в том числе специалисты финансового сектора. Почему им это выгодно? Ну, потому что сегодня финансовый сектор является одним или даже самым огосударствленным сегментом внутри экономики. Собственно, мало где в отраслях существует главный регулятор типа Центрального банка. То есть, даже если мы возьмем, я не знаю, автомобильную отрасль, там не существует главного завода, который бы все контролировал. Да, есть министерства, которые это регулируют, но в целом есть много компаний, и нету одной единственной главной. Поэтому очевидно, что специалисты финансового сектора, будучи выгодополучателями от интервенционизма, также не будут заинтересованы в золотом стандарте. Я помню, как лет 10 назад, когда еще был ипотечный кризис, один мой друг либеральных взглядов услышал про золотой стандарт, про австрийскую школу, сказал, «Слушай, у меня есть друзья-банкиры и финансисты, я им расскажу о том, как хорошо вернуться к золотому стандарту». И он как ошпаренный потом прилетел ко мне, говорит, слушай, они сказали, ни в коем случае уж лучше мы все разоримся, но к золотому стандарту мы не вернемся никогда, и этого не нужно. И вообще это глупости, это страшное разрушение для нас. Сейчас они также примерно боятся криптовалют. Надо сказать, не все, но тем не менее это довольно распространенное явление. Но это, скажем так, профессиональная деформация. Есть ведь более глубокая проблема, это неинтересно. Почему люди не хотят видеть? Неинтересно людям разбираться в экономике, тем, кто мечтает об экономике, как о такой системе, где действительно все было бы как в точных науках. То есть инженеры и сцентристы, которые освоили свои области, они хотели бы, чтобы такой же была экономика. Если она какая-то другая, она им просто неинтересна. Вот если вы предложите им курс лекции по экономике и дадите вариант, вот есть австрийская школа, вот есть кентианство, есть марксизм, большая часть выберет кентианство, потому что это ближе всего подходу инженера и сцентриста. Маркс – это слишком такая идеологическая система, это все-таки логика какая-то, пускай ошибочная. А Кейнс – это туда-сюда, сегодня один инструмент, завтра другой, глядишь, там работает, побольше денег можно заработать. То есть это какая-то такая движуха для инженеров и сцентристов. Философы, историки, социологи, политологи также этим не сильно интересуются, потому что экономическая теория существенно ограничивает их, скажем так, политический зуд. То есть представьте себе какого-нибудь антрополога, если бы он не занимался прожектами а-ля Гребер. То есть просто бы копался бы в прошлом, в черепках, какие там были у людей культуры, какие были верования, во что они одевались. Это интересно, это забавно, он не делает каких-то глобальных выводов. Это честный научный анализ. Вот в принципе на этом он должен был ограничиться. Написал бы он такой бестселлер, который по всему миру бы читали миллионы людей? Не написал бы. Поэтому антропологам, историкам, социологам, политологам, философам нужно что-то жареное. А экономисты им ставят что-то барьер на такой популярности. И если уж мы сказали о том, что существуют проблемы, на кого все-таки есть надежда? С моей точки зрения это три группы. На независимых предпринимателей, то есть на тех, кто не получает от государства выигрыш, а зарабатывает свои деньги на рынке. Пускай сейчас и рынок пытаются регулировать, но на самом деле хоть и 50% рынка во многих странах принадлежит государству или контролируется государством, то оставшаяся часть все-таки остается достаточно свободной, хоть и деформированной. И там есть возможность для независимых предпринимателей. Это немало. Это почти что 50% экономики. Поэтому независимые предприниматели – это часть, на кого есть надежда. А им важно понимать, кто есть на самом деле, а не верить в какую-то галлюцинацию, которым предлагает та или иная вера. Конечно же, надежда на гениев, пускай это громко прозвучит, но на самом деле Мизес был совершенно прав, что тот прогресс, который движет истории, это фактически плод деятельности выдающихся предпринимателей, выдающихся ученых, людей незаурядных. То есть речь идет о том, что пробиться вот в этой всей системе с блатмейстерами, с профессорами, студентами может только человек с неординарными способностями, неординарная личность. Никаких стандартных свойств у этой неординарной личности быть не может. Потому что если бы было, он бы не выделился. Поэтому гении в любой сфере важны и нужны. Ну и в конце концов есть надежда на простых людей, потому что каждый простой человек может обратить внимание, что с точки зрения его собственных интересов и его благосостояния, государственное регулирование ни к чему не приводит. И на самом деле очень часто и в XIX веке, и в XX веке простой человек поддерживал рынок, а не расширение власти государства. В частности, это было характерно для Америки, где голосовали за демократическую партию, тогда совершенно другую. Тогда демократическая партия в том числе ратовала за закрытие Центрального банка. Они не только проголосовали за лидера этой партии, но он реализовал свою программу. Он закрыл Центральный банк США. Так что на простых людей все-таки есть еще надежда. Исходя из этого, мы и будем заниматься курсом «Денежный поток». Несколько потоков до этого был прочитан курс, который назывался «Здравый смысл экономики». И в качестве вот такой иллюстрации я показывал, что здравый смысл экономики может таким образом повергнуть этатизм. И надеюсь, что текущий курс «Денежный поток» также этому будет способствовать. У нас впереди 10 занятий. Вы перед собой видите план нашего курса. На e-mail я пришлю всю информацию. Первая лекция таким образом может считаться завершенной. В следующий раз мы поговорим о главном принципе денежной теории. Никогда не путать деньги и кредит. Мы будем с вами в том числе на одной из следующих лекций говорить о государственной теории денег КНАПа. У нас будет отдельная лекция о кенсианской теории. У нас будет лекция о чикагском подходе, количественной теории денег, теории равновесия. Мы рассмотрим ошибки этой теории. Мы поговорим о теории Маркса, о деньгах. Разберем в итоге 7 мифов о деньгах, которые наиболее характерны. После этого мы перейдем к корректной экономической теории. Поговорим о том, что такое деньги, какова их сущность, функции, виды, история денежного обращения и банковского дела. Мы поговорим с вами о том, чем занимается Центральный банк и каковы неизбежные следствия его деятельности в виде инфляции и экономических циклов. Ну и завершим мы курс тем, что поговорим о том, как могут функционировать деньги в свободном обществе и какой может быть стратегия и тактика движения к этому свободному обществу. Спасибо за внимание и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!